Мы пробыли в Китае немного больше месяца. Кроме Пекина побывали в Шанхае и Ханчжоу, ездили в деревни, смотрели в Великую Стену, могилы династии Мин. Для меня все было вновь. Я впервые увидел Азию. Правда, радушные хозяева порой нас чересчур опекали, говорили, что время еще неспокойное, повсюду со мной ходили переводчики. Только раз в Ханчжоу мне удалось их перехитрить и одному побродить по городу. Много времени отнимали различные приемы, банкеты, совещания, митинги. Впечатлений все же было немало. Однако я не решился ничего написать о Китае. Я увидел слишком мало для того, чтобы понять страну с древнейшей культурой, где только что победила революция, где новая переплеталась со старым. И вместе с тем я увидел достаточно, чтобы понять, что я ничего не понимаю. Это меня удержало от поверхностных суждений. В книге воспоминаний я рассказываю не о различных странах, а о своей жизни. Поездка в Китай была для меня школой. На старости лет я начал освобождаться от шор европейского воспитания. Теперь я не боюсь сбивчиво, да и, наверное, наивно рассказать о своих впечатлениях. Никто их не примет за попытку дать картину Китая. В Северной Америке, где я побывал до Китая, потом в Латинской Америке, в Индии, в Японии и, конечно же, в Китае, многое меня удивляло. Путешественник прежде всего замечает то, что ему непонятно. Так бывало и со мной. В первый же день ко мне пришли китайские писатели. Они называли меня Эйленбо. Я долго не мог догадаться, что это загадочное слово означает Эренбург. В китайском языке почти все слова состоят из одного слога. Собственные имена — это два или три слова. Иностранные имена могут быть выражены словами лестными или обидными, в зависимости от отношения к человеку. Эйленбо свидетельствует о добрых чувствах. Это значит крепость любви. Фадеев по-китайски — фадефу. И Александр Александрович с гордостью мне говорил, что это означает «строгий закон». Некоторые звуки европейских языков, как, например, «р», в китайском отсутствуют. Мне много говорили о знаменитом французском писателе Бальбо. Удивлялись, что я его не знаю, пока, наконец, я не догадался, что речь идет о Барбюсе. Грамота в Китае — сложная наука. Для того, чтобы читать газеты или книги с несложным словарем, нужно знать несколько тысяч иероглифов. Гоможо знает десять тысяч. Он может написать все, но прочитать это всем смогут далеко не все. В Шанхае нас повели в большую типографию. На стене были тысячи ящиков с иероглифами, и наборщики ловко взбирались по лесенкам, чтобы взять нужный иероглиф. После того, как лист напечатан, значки плавят, отливают новое. Раскладывать их по ящикам чересчур трудно. Наборщики — люди очень образованные. Они знают больше иероглифов, чем средний читатель. А знание иероглифов — это знание понятий. Я удивлялся, что китайцы не переходят на звуковое письмо, как это сделали вьетнамцы и частично японцы. Не объясняли, что тогда житель Кантона не сможет читать пекинские газеты или журналы. На севере — чай — ча, на йоге — те. А иероглиф, конечно, тот же. На заседаниях Всемирного Совета Мира я несколько раз видел, как пожилые вьетнамцы переписывались с китайцами и корейцами. Разговаривать они не могли, но иероглифы понимали. На следующий день после приезда нас пригласили в Комитет Защиты Мира. Там мне показали чертежи, изображавшие различные фазы церемонии вручения премии. «Одно нам неясно», — сказали китайские друзья. «Как вы вручите медаль госпоже Сун Цин Лин? Двумя руками или одной?» Я ответил, что это не имеет значения. «Могу одной, могу двумя». «Это имеет очень большое значение. Нужно, чтобы вы поступили так, как это делается в Москве». Хотя Скобельцин несколько раз при мне вручал премию, я не мог вспомнить, держал ли он диплом и медаль в одной руке или в двух. Обсуждение длилось долго. Китайцы куда серьезнее относятся к любой церемонии, чем европейцы. И существует множество правил приличия, которыми нельзя пренебрегать. Две недели спустя мы были на приеме в честь второй годовщины провозглашения Народной Республики. Нас выстроили в шеренгу и объяснили, вы подойдете к товарищу Мао Цзэдуну и поздравите его с праздником. Первой в шеренге оказалась Люба. Выйдя в зал, она направилась к президиуму, где сидели члены правительства. Китайцы вовремя ее остановили, нужно было описать полукруг. На первом же банкете я обомлел. Нам подавали различные блюда часа три, а блюд было не менее тридцати. Их порядок для европейца загадочен. Когда подали сладкое, я облегченно вздохнул, решив, что обеду приходит конец, но вслед за этим принесли рыбу, а в конце дали бульон и сухой рис. Еда в Китае изысканная, редко понимаешь, что ты ешь. Однажды нас угощала писательница Дин Лин. Одно блюдо мне особенно понравилось, я спросил, что мы едим. Хозяйка не знала, позвала повара, который сделал небольшой доклад. Переводчик, однако, не знал ни анатомии курицы, ни русских названий растений. И блюдо осталось для меня загадочным. Один писатель сказал мне, что не мог встретиться со мной, его жена была тяжело больна. Три дня назад она умерла. Говоря это, он смеялся. У меня мурашки пошли по коже. Потом я вспомнил, что Эми Сяо мне говорил, когда у нас рассказывает о печальном событии, то улыбаются. Это значит, что тот, кто слушает, не должен огорчаться. В Китае я впервые задумался об условностях, обычаях, правилах поведения. Почему европейцы изумляют нравы Азии? Мало ли у нас условностей. Европейцы здороваясь протягивают руку. И китаец, японец или индейец вынуждены пожать конечность чужого человека. Так, если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целуй руку», не задумываясь над смыслом своих слов. А житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, машинально целует ее руку. Англичанин, возмутившись проделками своего конкурента, пишет ему «Дорогой сэр, вы мошенник». Без дорогого сэра он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирку, снимают головные уборы. А евреи, входя в синагогу, покрывают голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, а в Китае белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя зайти в дом, не сняв обуви. В ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским. Ширма не позволяла войти прямо. Это связано с преданием о том, что черт идет напрямик. А по нашим представлениям, черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет. Того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях нельзя ничего оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не дотрагивается. Нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен. И не стоит ломать голову на тем или иным обычаям. Если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы. В 1951 году в Китае было много советских специалистов, инженеров, агрономов, врачей. Они работали самоотверженно и вели себя скромно. Китайцы тогда ценили помощь, оказываемую им Советским Союзом, и принимали русских как желанных гостей. Однако различия в условностях порой и в те времена вмешивались в дружбу. Советские инженеры начали устанавливать оборудование одного из новых заводов. Станки были рассчитаны на рост русских, которые несколько выше китайцев. Инженеры сказали, что дело легко исправить. Они поставят перед станками подмостки. Китайцы заулыбались, а потом заявили, что станки они установят сами. Они проделали тяжелейшую работу. Вкопали машины в землю. Очевидно, в подмостках было нечто для них оскорбительное. Вспоминая этот случай, я часто думаю, сколько размолвок и обид рождается от случайностей, от того, что люди, которые чувствуют, переживают, да и думают сходно, привыкли к разным выражениям чувств, к веренице различных образов. После церемонии вручения премии артисты пекинской классической оперы исполнили несколько сцен. Я впервые услышал китайскую музыку. Она меня поразила. Удивили и приемы актерской игры, содержание пьесы. Я сидел рядом с китайскими министрами. Они наслаждались игрой, переживали происходящее на сцене. Потом я несколько раз был в театрах Пекина и Шанхая. Начал понимать прелесть китайского спектакля. Его часто противопоставляют реализму. Он сложен, как иероглифы, насыщен условными понятиями, но искусство немыслимо без условностей. Те, которые нам известны с детства, нас не удивляют. Нам кажется естественным, что Борис Годунов, умный и не ронявший зря слова, на сцене все время поет. Что Ромео и Джульетта, умирая, танцуют. Что колокольчик — это дар Валдая, а бессонница — парке бабьи Лепетаньи. Я рассказывал, что меня когда-то рассмешил французский трагик Мунесю Ли, который патетически завывал, играя Эдипа. Я тогда знал только такой театр, где все самделишное. О некоторых москвичей смешили постановки Мейерхольда. Зеленый парик на одном из актеров в пьесе «Лес» был непривычной для них условностью. Когда я увидел Мунесю Ли, мне было 18 лет, а Мэй Ланьфана я впервые увидел в 60. Знаменитый актер исполнял роль влюбленной девушки, его сын — служанки, все актеры были мужчины. В опере «Шанхае» играли только женщины, они исполняли роли полководцев и бородатых мандаринов. Условности китайского театра меня удивляли, потому что я их не знал. Потом мне объяснили, что если актер трясет руками над головой, значит, он испытывает страх. Флажки на спине полководца обозначают, сколькими полками он командует. Если он делает вид, что пьет чай, значит, он начал переговоры с противником. Красное лицо свидетельствует о порядочности персонажа, а белое — о его бесчестности и так далее. Каждый китаец, даже неграмотный, разбирается в иероглифах театра. Мне во многом помог Федоренко. Он был тогда советником нашего посольства. Он знает китайский язык, старую и новую литературу. Его рассказы мне часто открывали глаза. Китайские поэты мне говорили, что стихи нельзя слушать, их нужно читать, и иероглиф рождает образ. Гийом Аполлинер одно время писал калиграммы. Стихотворение было чашей, крестом, башней. Он обладал скобным материалом, латинским алфавитом, а стремился к тому, о чем говорили китайские поэты. На одном из обедов мне подарили стихотворение. Я долго любовался красиво вычерченными иероглифами. Я думал, что автор — поэт, но он оказался директором Народного банка. Своё оправдание он сказал, что он человек пожилой, а в старое время все должны были владеть версификацией. По содержанию его стихотворение было традиционно условным, но зрительно оно мне показалось куда выразительнее, чем калиграммы одного из крупнейших поэтов XX века. Очевидно, мастерство связано с веками. Тютчев для меня великий поэт, но стихи, которые он писал по-французски, могли бы быть написаны любым французским студентом. Я видел в Пекине произведение старого художника Ци Байши. Ему тогда было 80 лет. Он рисовал в традиционной манере, но был талантливым художником. Его лошади или белки мне показались очаровательными. Некоторые китайцы пожимали плечами. Стоит ли повторять то, что было сделано много веков назад? Действительно, Ци Байши не внес в живопись ничего нового. Лошади или белки не изменились. А гениальный пейзажист XI века Го Си был не эпигоном, но новатором. Все же мне хочется взять под защиту доброго мастера Ци Байши. Когда некоторые китайцы начали писать огромные полотна, то эти художники выглядели не новаторами и не эпигонами, а неумелыми копиистами. В Индии я увидел современную живопись, которая, не будучи подражанием французским мастерам и сохраняя национальный характер, показывала мир по-другому, чем древние фрески аджанты. Вероятно, нечто подобное произойдет когда-нибудь и в Китае. В старом китайском искусстве поражает не фантазия, не причуды, да и не дерзость художника, а необыкновенное терпение и безупречное мастерство. Это в характере народа. Я любовался в парках деревьями любви или деревьями дружбы. Два дерева или пять срастаются в одно. Для того, чтобы подчинить человеку рост дерева, нужны и знания ботаники, и огромная настойчивость. В Китае я не нашел того, что в Европе мы называем народным искусством. В Пекине были сотни улиц, где ремесленники жили, работали и продавали свои изделия. Улица Корзин, улица Щеток, улица Чайников для лечебных трав, улица Театральных бород, улица Игрушек, бумажных тигров, змеев, крохотных птиц и так далее. Все предметы обихода, привычные для китайцев, отличались красотой пропорций, пониманием материала, а подражания европейской утвари мне показались уродливыми. Я увидел Китай, когда Народной Республике было всего два года. В Шанхае еще имелись рикши, модницы прогуливались в парижских плачах, старики не расставались с традиционными длинными халатами. А в Пекине все мужчины и женщины были одеты в одинаковые синие костюмы, куртка, штаны. Многие закрывали рот и нос белыми повязками. Эту моду принесли японцы, которые хотели оградить себя от мельчайших песчинок, приносимых ветрами из пустыни Гоби. Торговали повсюду и всем, музейными древностями, конфетами, шелком, женьшенем. Меня поражала дисциплинированность народа. Молодые китайцы обзавелись вечным пером. Когда я бывал на собраниях или митингах, все сидели, внимательно слушали и записывали. Мне пришлось не раз выступать, иногда я шутил, боялся, что слушатели устали. Записывали и шутки. Доклады китайцев повсюду были длинными, четыре часа пять. Спектакли тоже для европейца непомерно длинны. Иногда пьеса идет два вечера, начало и конец истории. В саду возле школы, в деревне под деревом, в бараке я видел небольшие собрания, 20-30 человек. Там тоже слушали и записывали. Переводчик мне объяснил, это критика и самокритика. Вряд ли содержание таких собраний было традиционным. Обсуждали, что студент скрыл свое социальное происхождение, что незамужняя работница забеременела, что слесарь опоздал в мастерскую, но форма была китайской. Один длительно каялся, другие слушали и записывали. Возле города Ханчжоу, в иделическом пейзаже, я увидел могилу знаменитого полководца XII века Ио Фея. Он отразил атаки племени Джурджений. Потом был отозван в столицу Ханчжоу и казнен. Около его могилы на коленях стоят бронзовый человек, предавший героя, и его жена. Школьная экскурсия осматривала достопримечательности. Один подросток плюнул в лицо предателя. Тотчас его товарищи сделали то же самое. Китаец, который показал нам могилу полководца, не очень разбирался в древней истории и не знал, кем были названы им Джурджени. Но поведение школьников он одобрил и добавил. Он предал 810 лет тому назад. Китайцы, с которыми мне привелось встречаться, уделяли внимание датам, годовщинам, а доказывая что-либо, говорили в пятых, в шестых, в седьмых. В Китае буддизм, да и другие религии играли скорее второстепенную роль. Я заходил в пагоды, там блистали статуи толстого золоченого Будды, а вокруг суетились, продавая какие-то листочки, от них не толстые монахи, верующие пили чай, некоторые спали. Место религии занимала упрощенная мораль конфуцианства. Будь честным, уважай начальство и чти предков. Кладбищ в деревнях, однако, не было, и крестьяне, обладавшие крохотным полем, похожим на пригородный садик, должны были уделять там место для могил дедов и прадедов. В деревне неподалеку от Пекина мне рассказали, как один безземельный крестьянин не знал, где ему похоронить отца. Он молил на коленях помещика разрешить похоронить отца на помещичьей земле. Помещик продиктовал условия. За могилу бедняк должен будет проработать столько-то месяцев. Народная республика первым делом провела аграрную реформу, покончила с феодализмом. Конечно, были среди помещиков люди богатые, но я побывал в некоторых помещичьих домах, по сравнению с которыми дом среднего датского крестьянина следует назвать дворцом. Раздел помещичьих земель уничтожил несправедливость. Это было первым шагом. Один юноша в Пекине мне говорил «Скоро мы обгоним старшего брата в построении коммунистического общества». Старшим братом китайцы тогда называли советский народ. А в деревнях я еще видел древнюю саху. Домики крестьян были крохотными, на низкой печи спала вся семья. Еле скудно чашка риса, иногда сладковатая редька или листик капусты. Женщины в деревнях еще держались приниженно. Я видел босых крестьян, видел детей с язвами на голове. Пять лет спустя в Индии я понял, что все относительно. Отощавшие крестьяне, падающие голодные коровы, на улицах Калькутты бездонные, умирающие, прокаженные. Таких ужасов в Китае не было. Но уровень жизни большинства китайцев в 1951 году был куда ниже, чем в самых бедных районах Европы. Друзья, побывавшие в Китае несколько лет спустя, рассказывали, что многое изменилось. Построили тысячи школ, больниц, родильных домов, ясли. Я видел раннее утро нового Китая. Прививали всем оспу, учили грамоте детей и взрослых, сносили трущобы Шанхая. Многие страны Азии тогда глядели на Китай как на чудотворного пророка. Когда я был в Дели в 1956 году, туда приехала китайская делегация. Трудно рассказать, с каким восторгом индийцы ее встретили. Исторические пути Индии и Китая различны. И вместе с тем, есть между ними много сходства. За 300 лет до нашей эры города Индии были снабжены канализацией. В третьем веке до нашей эры китайцы построили Великую Стену, чтобы защитить страну от кочевников. Производство шелка китайцы начали за 2000 лет до нашей эры. В пятом веке до нашей эры вырыли оросительные каналы, потом начали изготовлять бумагу. Китайцам принадлежит изобретение компаса, сейсмографа, фарфора, книгопечатание подвижным шрифтом за 400 лет до Гутенберга. Они изобрели порох и многое другое, о чем европейцы узнавали с большим запозданием от арабов. Правитель Индии Ашока в третьем веке до нашей эры сформулировал принципы мира, согласно которым он решил никогда не начинать войн. Когда мы защищали в движении сторонников мира те же принципы, на нас многие нападали. Феодальные распри, вторжения, навязанные войны истощили два великих государства Азии как раз в то время, когда страны Западной Европы освоили порох, обзавелись артиллерией и военным флотом. Индию начали разбирать по кускам, львину и долю получили англичане. Китай продолжал существовать как государство, но ему предъявили ультиматумы, посылали на его территорию карательные экспедиции, навязывали кабальные договоры. Индия добилась независимости в 1950 году, причем осталась членом Великобританского Содружества. Китай стал Народной Республикой за год до того. Американцы создали второй Китай на острове Тайвань. Каждый китаец вспомнит былые обиды. Стоит вспомнить хотя бы опиумные войны, когда англичане, возмутившись запретом ввоза опиума в Китай, силой оружия добились продления права отравлять китайцев. Это было в эпоху чартизма, роста треть-юнионов, в эпоху Диккенса, Теккерея, Тернера. Об этом я думал в Китае, потом в Индии. У народа в Азии есть свои счеты с обидчиками. Есть счета, которые нелегко погасить. Вернусь к 1951 году. Немного осмотревшись, я понял, что форма жизни куда отличнее от привычной мне, чем ее содержание. Неруда и я поехали на кладбище, положили цветы на могилу Лусиня. Там мы встретили знакомую китаянку. Открыли братскую могилу жертв чанкайшистов, и она думала, что найдет останки своего мужа. Она пробовала улыбаться, как того требовала вежливость, и не выдержала, расплакалась. Мне рассказали историю несчастной любви. Поэт Айцин говорил мне о том, как трудно быть поэтом. Его слова напомнили мне некоторые страницы моей биографии. Я встретил читателей моих романов. Все было проще и сложнее, чем это кажется туристу, который ищет экзотики. Я влюбился в Индию. Там было много людей, разговаривая с которыми я забывал, что это дети страны чудес. Год спустя в Японии я увидел, что та архитектура, о которой я мечтал в начале 20-х годов, принадлежит японскому быту. Эта глава моей книги может показаться статьей, вставленной в автобиографию, но я рассказываю о том, что меня волновало и волнует. Моя жизнь прошла на рубеже двух эпох. Октябрьская революция, революция в естественных науках, пробуждение народа в Азии и Африке открывает новую эру. Многое я понял в конце моей жизни. Теперь часто говорят о предстоящем освоении космоса, а я только к концу жизненного пути начал осваивать нашу планету. В гимназии меня учили латыни, я знал ссоры удельных князей, проказы богов и богинь Древней Греции. Потом я хаотично прочитал много книг, бродил по музеям, понял величие Эллады, разгадал средневековое искусство, восхищался возрождением. Но о странах Азии я в молодости судил по книгам европейцев, да по некоторым произведениям древнего искусства. Книги, которые я брал, часто были случайными. Блаватская рассказывала о таинственной Индии, Киплинг писал о джунглях и об отважных белых, автор истории буддизма, книгу мне дал Волошин, восхищался нирваной. Потом я увидел Хокусайи и Утамаро, мастеров XVIII века, но ничего не знал о портретах Сессю, который жил в XV веке. О современной Японии я судил по книге Пельняка, по модному в то время сатирическому роману посредственного французского автора, да по безделкам, выставленным в витринах антикваров, чайникам, веерам, ширмам. Я прочитал книгу Ромена Ролана о Гандзи и его последователях, стихи Робин Драната Тагора, две или три книги, в которых рассказывалось о зверствах англичан, о кастах, о голоде, о йогах. Когда в 1917 году я увидел Сакунталу, которую играли в камерном театре, я восхитился, я ничего не знал о Каледасе, и пьеса, написанная 15 веков назад, показалась мне современной. В 20-е годы журналы и газеты много писали о революционном Китае. Я знал про события в Кантоне, прочитал роман Мальро «Условия человеческого существования», французскую книгу о Конфуции. Я рассказываю о своем невежестве, потому что незнание Азии было общим грехом европейцев, и оно позволяло образованному индийцу или китайцу относиться к интеллигенции Запада с некоторым презрением. Два мира сосуществовали отнюдь не мирно, между ними была стена. Киплинг писал, что в Востоке Запад никогда не встретится. Он родился в Бомбее, молодость провел в Азии, был хорошим поэтом, но, видя Индию, он ее не видел. На его глазах была повязка, идея превосходства Запада над Востоком. Афоризм Киплинга мне кажется не только неверным, но и опасным. Он нашел отклики повсюду. Теперь иные начинают поговаривать о превосходстве Востока над Западом. А Восток и Запад встречались, встречаются и, надеюсь, будут встречаться. Увидев японских художников 18 века, я понял, чему у них научились мастера французского импрессионизма. Французские энциклопедисты изучали философов старого Китая, английские филологи в середине 19 века многое почерпали из древнейшей индийской громадки. Современный китайский театр произвел огромное впечатление в Париже и обогатил французских режиссеров. У Востока и Запада общие истоки и, как бы ни были разнообразны рукава реки, которые то разъединяются, то сливаются, река течет дальше. Идеи, основанные на единстве культуры, на солидарности людей и народов, могут стать универсальными, а расизм или национализм, безразлично, от кого он исходит, с его утверждением приоритета и превосходства, неизбежно порождает вражду, разобщает народы, принижает культуру и в итоге становится всеобщим бедствием. Об этом я часто думал в годы, когда писал эту книгу, думаю и теперь, слушая по радио поучения некоторых китайских догматиков. Вряд ли заря новой эры будет идиллической, но мне не верится, что люди, уверенные в превосходстве своей крови, своей религии или в абсолютной правоте своего толкования того или иного учения осмелятся от словесного расщепления своих спорных истин и чужих столь же спорных заблуждений перейти к оружию, способному уничтожить не только все заблуждения, но и все истины. В 1949 году я кончил одну из моих статей строками «Думая о судьбе века», я вспоминаю стихи турецкого поэта Назыма Хикмета о заглавленной «Двадцатый век». Это написал коммунист после двенадцати лет тюрьмы, зная, что его приговорили к двадцати восьми годам заключения, что у него болезнь сердца. Когда читаешь эти строки, что-то подступает к горлу, хочется пожать далекую руку, сказать «Никогда они не победят жизни, если есть у нас столько друзей чистых, честных, смелых». Назым Хикмет тогда еще сидел в турецкой тюрьме. Два года спустя я пожал его руку. В осенний вечер он позвал Любу и меня к себе. Жил он напротив правды в квартире, которую ему отвели как гостю. Мы почти не знали друг друга, но Назым чуть ли не сразу заговорил о том, что его волновало. Он слишком часто говорил то, что думал. Некоторых это злило, но в конце концов обезоруживало. Один товарищ как-то сказал мне, «На ведь это сказал Назым Хикмет, а с него взятки гладки». В тот первый вечер, который мы провели вместе, Назым признался, что многого не понимает. Началось со статуэтки. Вы знаете, я не могу глядеть на нее. Это уродство, настоящее мещанство. Но ничего не поделаешь. Квартира казенная, я здесь гость. Он рассказал, что ему предоставили машину. Утром выхожу, шофер спрашивает, куда поедем, начальник? Я отвечаю, какой я начальник? Я поэт, коммунист, сидел в турецкой тюрьме. Он говорит, ну, не начальник, хозяин. Маяковский гений. А я посмотрел стихи в журналах, при чем тут Маяковский? Меня повели в театр, как будто не было ни Милерхольда, ни Таирова, ни Вахтангова. Это старая трагедия. Человек на десятилетия выпадает из жизни и, возвратившись, многого не может понять. Есть старинные французские песни о солдате или матросе, который, приехав после долгой войны, не узнает своей жены, а жена принимает его за чужого. Можно заморозить сердце, как ягоды клубники? Это вопрос сроков. Назыма арестовали в 1937 году, но не в Москве, а в Турции. Он не знал о гибели Мейерхольда, которого обожал, не знал, что поют вместо ни царь, ни бог и ни герой, нас вырастил Сталин, не знал, что картины, которыми он восхищался, в музеях спрятаны. Он очень многого не знал. В тюрьме он писал стихи о Сталине, как о старшем товарище. Он говорил в 1951 году, «Я очень уважаю товарища Сталина, но я не могу читать, как его сравнивают с солнцем. Это не только плохие стихи, это плохие чувства». А в 1962 году Назым Хикмет написал, «Он был из камня, из бронзы, из гипса и бумаги. От двух сантиметров до нескольких метров на всех площадях мы были под его сапогами, под сапогами из камня, бронзы, гипса и бумаги». Повсюду его встречали овациями. Большой поэт, герой, просидевший тринадцать лет в тюрьме. Он говорил, отвечал на вопросы и восхищал молодежь своей прямотой и искренностью. Порой наивность помогала ему быть мудрым. Впервые он приехал в Москву в 1921 году. Ему тогда не было двадцати лет, а Советской Республике четыре года. То была эпоха памятника Третьему интернационалу Татлина, споров между футуристами и имажинистами, мэрхольдовского великодушного рогоносца, эпоха голода и уличных карнавалов. Назым прожил у нас восемь лет, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, писал стихи и пьесы, уверовал, понял, закалился. Это был на редкость цельный человек. В своей поэтической автобиографии он говорил «Одним знакомы виды трав, другим виды рыб, а мне виды разлуки. Одни знают наизусть имена звезд, а я имена расставаний». О том же когда-то говорил Осип Мандельштам «Я изучил науку расставаний». Жизнь Мазыма была бурной и трудной, но если он знал все виды разлук, все имена расставаний, то никогда не изведал горечи разрыва, до конца жизни сохранил идеи, вкусы, привязанности юношеских лет. Конечно, он повзрослел, слово «постарел» к нему не подходит. Многое понял и за год до смерти писал «Я разучился верить, я учусь пониманию». Но учась понимать, он убеждался в правоте того, во что раньше верил. Еще при жизни Сталина мы как-то сидели вечером в пражской гостинице. Назым говорил, когда я спросил в Румынии жив ли Мейрхольд, мне сказал один товарищ, что кажется умер, а другой, которого я спросил, сказал, что Мейрхольд живет на юге, кажется, в Крыму или возле Сочи, там климат лучше. Я никогда не отступлюсь от коммунизма. Для меня это правда. Но зачем обманывать товарищей? В 1956, а может быть в 1957, Назым мне рассказал, что при культе личности, незадолго до смерти Сталина, арестовали старого турецкого коммуниста, ветеринара, которому было под 70. Он умер в концлагере, а теперь посмертно реабилитирован. Назым говорил, я часто думаю о судьбе Н. Мне повезло, конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги. Я знал, что я в аду. Куда хуже было другим. Назым гордился, что однажды выступал вместе с Маяковским. Это было, конечно, в политехническом. Я очень боялся, а Маяковский мне сказал, ты, брат, не бойся, читай по-цурецки, никто не поймет, и все будут аплодировать. Он вспоминал выставки, театры, и все удивлялся. На улице Воровского, рассказывал он, я разговаривал с двумя молоденькими поэтами. Я им говорю, что Элюар замечательный поэт, а они улыбаются. Я их спрашиваю, что они думают о стихах Пабло Меруды? По-моему, это очень большое явление. Опять улыбается. Потом один говорит, что они против низкопоклонства. Я очень рассердился, говорю, Элюар коммунист, Меруда коммунист. Это им безразлично. По-моему, они совсем не коммунисты. Дед Назыма Хикмета был Пашой губернатором. Внук стал в молодости коммунистом и коммунистом умер. После двадцатого съезда, когда некоторыми овладели недоумение, даже сомнение, он говорил, по-моему, у всех сняли с сердца камень. Вернувшись из поездки в Париж, он рассказывал, есть удивительные люди, когда у людей язык отнимался, они верили, а когда сказали правду, заколебались. Коммунизм это страсть, жизнь, но для таких людей он был минутным увлечением или привычной службой. О том, что Назым был убежденным коммунистом и большим поэтом, известно всем, но люди, встречавшиеся с ним, знают также, что он был на редкость добрым, хорошим человеком. Однажды я ему рассказал, что Элюар, узнав о Барадуре, в первые минуты усомнился, действительно ли гитлеровцы собрали детей в школу и там их сожгли. Назым сказал, я его понимаю. У нас в Турции очень много диких людей, бывала страшная резня, кто-то рассказывал, что резали даже детей, и всегда мне казалось, может быть, выдумка, то есть преувеличивает. В Риме я разглядывал два тома его произведений. Один иллюстрировал Гутуза, другой друг Назыма, турецкий художник Абедин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абедином, и Назым просиял, он не хотел говорить о своих стихах, хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах, Пабло Меруда, Рогон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Амаду, всех не перечтешь. Об Элюаре он однажды мне сказал. Удивительно, когда я читаю некоторые его стихи, мне кажется, что именно об этом, именно так я хотел написать. Почему-то все считают, что учителем Назыма Хикмета был Маяковский, а сам Назым не раз говорил, что Маяковский для него пример смелости человеческого подвига, но поэтически он пошел по другой дороге. Он распрощался с рифмами, говорил, что поэзия отличается от музыки, сродни ей, но вместе с тем жаждет скорее звуков, чем звучания. От стремления продлить народную песню он перешел к созданию своей формы, к простоте и прозрачности. Я слышал, как он читал по-турецки, я читал французские и русские переводы. Конечно, этого мало, чтобы судить о поэте, и все же мне кажется, как казалось самому Назыму, что ближе всего ему был Эльвар. Его любовь к искусству двадцатых годов связана с его природой, с его эстетикой. В поэзии он освободился от всех литературных школ, а в пьесах есть что-то архаическое, приемы театра, который исчез. Он очень любил живопись, говорил, что она труднейшая для восприятия искусства, что нелегко разгадать сладость яблок Сезанна. Для этого необходима большая живописная культура. Бунтарь двадцатых годов в пятидесятые годы готов был яростно защищать любого советского художника, в котором чувствовал желание расстаться с академическим письмом. Мы встретились в Риме. Я пошел на вечер, где он читал свои стихи. В Риме он долго мне доказывал, что нельзя требовать от искусства доходчивости. Иногда его стихи понятны каждому, иногда только людям, разбирающимся в поэзии. И он протестует, когда одних ставят выше других. Нельзя доверить уход за всеми розами директору завода, изготовляющего розовое масло. Ведь каждый год выводят новые сорта. Дело не только в масле. У розы цвет, запах. Некоторые люди эстеты хотят, чтобы розу поставили выше пшеницы или кукурузы. А для других роза это крохотная цифра в большом бюджете. Он вдруг остановился у окна цветочного магазина. Посмотрите, пожалуйста, какие здесь розы. Я знаю, как легко приходит к заключенному отчаяние. А Назым Хикмет просидел 13 лет в каменной клетке вдвоем с Надеждой. В тюрьме он написал человеческую панораму эпопею турецкого народа. Дважды Назым объявлял голодовку. Связанный продолжал бороться за человеческое достоинство. Внешне он походил скорее на человека с севера, чем на турка. Очень высокий, светлый, голубоглазый. Повсюду он чувствовал себя свободно в Москве и в Риме, в Варшаве и в Париже. Но о Турции он тосковал. Он покрыл диван турецкой материи, повел меня в ресторан Баку. Здесь еда немножко похожа на нашу. Встречаясь на сессии Всемирного Совета мира с турком, он не мог от него оторваться. Раз он сказал мне, прислали мои стихи на исландском языке, удивительно, а в Турции меня не печатает. Да и печатали бы те, для кого я пишу, не смогли бы все равно прочитать, неграмотные. В стихотворении завещания он писал «Если я умру на чужбине, товарищи, похороните меня на деревенском кладбище Анатолии, рядом с батраком Османом, которого убил Хасанбей. Хорошо, если вырастет Чинара, а без камня и надписи я обойдусь». В 1952 году мы все с тревогой спрашивали, как назым. Он сам потом писал «С разорванным сердцем четыре месяца лежа на спине я ждал смерти». У него был сильный инфаркт. Его спасли. Но с тех пор он жил в постоянном соседстве со смертью. Он весело разговаривал у меня на даче. Он был прекрасным рассказчиком. И вдруг его лицо покрылось крупной росой пота. В стихах он часто возвращался к мыслям о смерти. Под дождем по московскому асфальту идет весна на своих тонких зеленых ногах стиснутая шинами, моторами, кожей, тканями и камнями. Сегодня утром моя кардиограмма была плохая. Та, которую ждут, придет неожиданно, придет одна, не принеся с собой то, что ушло. Концерт Чайковского играет под дождем. Ты будешь подниматься без меня по лестнице. С одной стороны строчи стихи, один другого светлее, с другой беседуй со смертью, что рядом с тобой стоит. Когда праздновали его шестидесятилетие, был вечер для писателей в Доме литераторов и другой для читателей в Политехническом. На последнем я председательствовал. Зал был переполнен, стояли, сидели на полу в проходах, и все глаза светились любовью к Назыму. Я тихо спросил его, устали? Он виноват и отвечал, немножко, но я очень счастливый. Он страстно любил жизнь, детей, стихи, птиц. Незадолго до смерти он писал, дадим шар земной детям, дадим хоть на день, дадим как раскрашенный шарик, пусть с ним играют. Он продолжал радоваться, любить, полетел в далекую Танганьику и оттуда писал письма в стихах о Черной Африке, о звездах, о борьбе, о своей любви. В 1962 году он писал стихи своей любимой. Я снял с себя идею смерти, надел на себя июньские листья бульваров. Он умер ровно через год, в раннее утро раннего лета. Проснулся, пошел в переднюю за газетой и не вернулся, сел и умер. Он лежал в гробу добрый и прекрасный. Старушка всхлипывая говорила девочке от разрыва сердца. Так в моей молодости называли инфаркт. А мы стояли у гроба и, кажется, у всех готово было разорваться сердце от короткой ужасающей мысли. Нет больше назыма. 1952 год для меня начался с похорон. В последний день старого года умер Литвинов. Максима Максимовича я встречал в разные годы и при различных обстоятельствах. Бывал у него в Москве, когда он был наркомом и жил во флигеле парадного дома на Спиридоновке. Встречал его в Париже, ужинал с ним в Женеве, где он выступал на заседании Лиги нации, видел его в Апале, провел у него вечер накануне его отъезда в Вашингтон, несколько раз разговаривал с ним в послевоенные годы. Я не могу сказать, что я его хорошо знал. Он был человеком скорее молчаливым. Он сидел, слушал, порой усмехался, то с легкой иронией, то благодушно, изредка подавал реплику, но ничего в нем не было от угрюмого молчальника, он любил посмеяться. Есть унылые оптимисты, а Литвинов был человеком веселым, но зачастую особенно к концу своей жизни с весьма мрачными мыслями. Некоторые слова Максима Максимовича я запомнил, некоторые черты его разглядел и о них коротко расскажу. Он был крупным человеком, об этом можно судить хотя бы потому, что во времена Сталина, когда любая инициатива вызывала подозрения, существовало понятие дипломатов литвиновской школы. Почти всех дипломатов этой школы я знал, одних лучше, других хуже. Они работали в трудное время, когда западные державы еще рассчитывали уничтожить молодую советскую республику. Угрозы, полицейские налеты на посольства, фальшивки были бытом. Я видел, как наши дипломаты убеждали, когда это было нужно, умело ссорили врагов или мерили колебавшихся сторонников мира, привлекали на нашу сторону дельцов и ученых, крупных промышленников и авторитетных писателей. Эта работа оставалась для рядовых советских людей неизвестной, а дипломаты отнюдь не были баловнями судьбы. Некоторые умерли до начала произвола Красин, Довголевский, Кобецкий, Девельковский. Другим повезло, Калантай, Сурец, Штейн умерли в своих кроватях. Воровского и Войкова убили антисоветские террористы. Майский, Рубинин, Гнедин, претерпев мытарство, вернулись из тюрьмы или лагеря живыми. А многие погибли. Антонов, Овсеенко, Кристинский, Розенберг, Гайкис, Марченко, Аренс, Гиршфельд, Ароссев, членов стали жертвами клеветы и беззакония. Я назвал только некоторых. Когда я думаю о судьбе моих друзей и знакомых, я не вижу никакой логики. Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Вавилова и пощадил Капицу? Почему, убив почти всех помощников Литвинова, не расстрелял строптилого Максима Максимовича? Все это остается для меня загадочным. Да и сам Литвинов ждал другой развязки. Начиная с 1937 года и до своей последней болезни, он клал на ночной столик револьвер. Если позвонят ночью, не станет дожидаться последующего. У Максима Максимовича была вполне миролюбивая внешность. Толстый, добродушный, хороший семьянин. Да и досуги его были заполнены невинными развлечениями. За границей, когда выпадали два-три свободных часа, шел в кино, глядел мелодраматические фильмы «Страсти мордасти». Он любил хорошо покушать и приятно было на него глядеть, когда он ел. Так восхищенно он макал молодой лучок в сметану, с таким вкусом жевал. Любил разглядывать большой атлас, наверное, колесил по далеким незнакомым странам. Он любил жить, однако этот добродушный человек умел полемизировать и западные дипломаты поглядывали на него с опаской. Некоторые из его выступлений в Лиге наций облетели мир. Желео мне рассказывал, что выступление Литвинова, сказавшего, что нельзя договариваться с бандитами о том, в каком квартале города они могут безнаказанно разбойничать, помогло ему понять не только безнравственность, но глупость западной политики за несколько лет до Мюнхена. А слова Литвинова о неделимости мира «Я слышал и после смерти Максима Максимовича на различных конгрессах и конференциях». Литвинов с благоговением говорил о Ленине. Такого не было и не будет. Ленин послал Максима Максимовича в Стокгольм в очень трудное время, в 1919 году, в разгар интервенции. Говорил ему, что нужно попытаться найти на Западе разумных людей, учесть разногласия в лагере победителей, возмущение побежденных, рабочее движение, аппетиты возможных концессионеров, авторитет ученых, писателей. Литвинов хорошо знал Запад. Он прожил много лет в эмиграции, женился на англичанке. Он говорил о Ленине. Это был человек, который понимал не только претензии русского крестьянина, но и психологию Ллойд Джорджа или Вильсона. Литвинов был на три года старше Сталина. Максим Максимович о Сталине отзывался сдержанно, ценил его ум и только один раз, говоря о внешней политике, вздохнул. Не знает Запада. Будь нашими противниками несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил. Характер у Литвинова был далеко не мягкий. Сурец рассказал мне о сцене, свидетелем которой был. В 1936 году Суреца вызвали в Москву. На совещании Литвинов изложил свою точку зрения. Сталин с ним согласился, подошел и положил руку на плечо Литвинова, сказал, «Видите, мы можем прийти к соглашению». Максим Максимович снял руку Сталина со своего плеча ненадолго. В старой записной книжке я нашел слова Литвинова. «Тит славился жестокостью. Захватив власть, он казался римлянам великодушным. Под Халиму его называли «прелестью рода человеческого». В тот самый год Везувий уничтожил Помпею и Геркуланум. Вполне возможно, что вулкан выполнял директивы нового императора. В Помпею было много влиятельных людей, а Геркуланум славился философами и художниками. Прочитав запись, я вспомнил, как, выйдя из дома, где тогда помещался литературный музей, я увидел Литвинова и пошел проводить его. День был весенний. Максим Максимович говорил о том, что Трумэн умом не отличается, вспоминал Розвельта. Я спросил, кого он считает самым крупным политиком. Он ответил, конечно, Сталина. Потом он почему-то заговорил об истории Древнего Рима, написанной английским автором, и посмеиваясь, сказал об императоре Тите. Вечером я записал его слова. На заседании, когда Литвинова поносили и вывели из ЦК, он возмущенно спросил Сталина, что же, вы считаете меня врагом народа? Выходя из зала, Сталин вынул трубку изо рта и ответил, не считаем. Литвинова не арестовали, но Сталин отстранил его от работы, хотел уничтожить измором, однако в то время это не удалось. После нападения Гитлера на Советский Союз Сталин вызвал Литвинова, дружески протянул руку и предложил поехать в Вашингтон. Еще в 1933 году Максим Максимович встречался с новым президентом Соединенных Штатов Рузвельтом. Опять наладил дипломатические отношения. Когда я был в Америке, политические друзья Рузвельта мне рассказывали, что президент уважал Литвинова, часто приглашал его, чтобы посоветоваться по тому или иному вопросу. В 1943 году после Сталинградской победы Литвинова отозвали в Москву. Он продолжал числиться заместителем министра иностранных дел, навел незначительную работу. В 1947 году он стал пенсионером. Не по своему желанию. Сталин, однако, распорядился, чтобы ему оставили квартиру и другие жизненные блага. На Ксиму Максимовичу пошел тогда восьмой десяток. Он мог бы разглядывать атлас и вспоминать прошлое, но всю свою жизнь он проработал и не знал, как жить без дела. А жить он хотел и понимал, что если он будет обречен на безделье, мотор заглохнет. Он написал Сталину, благодарил за внимание и просил дать ему работу. Жданов вызвал Максима Максимовича. Вы писали товарищу Сталину. Мы хотим поставить вас во главе Комитета по делам искусств. Максим Максимович возмутился. Я ничего в этом не понимаю. Да я и не думаю, что искусство можно декретировать. Жданов рассердился. Какую же работу вы имели в виду? Чисто хозяйственную. Никакой работы ему не дали. Он начал составлять словарь синонимов. Каждое утро ходил в Ленинскую библиотеку и все же томился от безделья. В кремлевской столовой почти каждый день он встречал Сурица. Они отводили душу. За несколько дней до смерти он лежал днем с закрытыми глазами. Жена тихо спросила его, дремлет он или задумался. Он ответил, я вижу карту мира. То, что называется дипломатией, было для него творчеством. Он мечтал, как предотвратить войну, сблизить народы и континенты. Карта для него была тем, чем служат художнику тюбики с красками. Пенсионер по неволе умирал, как художник, полный творческих замыслов, без палитры, без кисти и без света. В одной из комнат Министерства иностранных дел была гражданская панихида. Кто тут по бумажке прочитал речь. На Максиме Максимовиче был не парадный мундир, а обыкновенный костюм. Лицо его казалось непроницаемо спокойным, даже благодушным. Ко мне подошла дочь, Сурица Лиля. Папа сегодня скончался. Якова Захаровича два дня спустя привезли в тот же зал. Было несколько сотрудников Министерства, кто-то прочитал речь. На немецком кладбище были снова мундиры мидовцев, снова речь по бумажке и венки из бумажных цветов. С Сурицем я познакомился в Берлине в 1922 году на выставке советского искусства. Суриц внимательно глядел, иногда сердился, иногда любовался. Он приглашал меня приехать к нему в Осло, говорил, что там есть хорошие художники. Искусство он обожал, собирал картины, рисунки. У него были самые различные вещи. Роден и Левитан, Матис и Коровин, Марке и Бенуа. Он их охотно показывал, кричал на меня, что я не понимаю значения мира искусства, недооцениваю Левитана, не хочу признать грабаря. Я мало знаю о прошлом Сурица. Однажды, рассказывая о гитлеровцах, он сказал, подумать, что я учился в Гэбельбергском университете. Да если бы мне тогда сказали, я не поверил бы. Мы часто говорим абстрактно, а может быть слова меняют значение? Одичание. Ну что это для меня означало в те годы? Политический просчет? Или успех Санина, Оргии, Кашкадавы? А в Берлине я видел, как студенты тащили за бороду старика, он был в крови, а они пели. Он был, кажется, первым советским послом. Ленин отправил его в Кабул в 1919 году, когда новый эмир Амануллахан прислал своих представителей в Москву с письмом к Ленину. Это было дорождение советской дипломатии, и Яков Захарович рылся в архивах, чтобы составить проект верительной грамоты. Владимир Ильич сказал, что нужно написать иначе, сам составил текст с упоминанием о признании полной независимости и суверенитета Афганистана. В Кабуле Сурец пробыл недолго, его назначили послом в Норвегию, а в Афганистан прибыл Раскольников. История судит дипломатов как полководцев по выигрышам или проигрышам. А у каждого даже самого одаренного дипломата бывают свои аустерлицы и свои ватерлоо. Многое зависит от ситуации. Когда Сурец послали в Анкару, новая Турция с надеждой глядела на Москву. Яков Захарович понимал свое дело. Обыватели думают, что искусные дипломаты умеют молчать, а нужно уметь и говорить, из хорошего сделать лучшее. Если не предотвратить, то хотя бы затормозить и смягчить плохое. Сурец завоевал доверие Кемаля, укрепил дружбу между двумя государствами. О Кемале Яков Захарович говорил с восхищением большой ум по сравнению с ним до ладья невежественный провинциальный политик. Что мог делать Сурец в гитлеровском Берлине? Да только наблюдать и сообщать в Москву. Американский посол Додд, друг Рузвельта, в своем дневнике не раз отмечал дружеские беседы с Сурецем, а дочь Додда Марта говорила мне, что Яков Захарович был единственным дипломатом в Берлине, которому ее отец доверял. Летом 1937 года приехав из Испании в Париж, я в посольстве увидел Сурица. Он расспрашивал, есть ли надежда на перелом после Уэски. Сказал, здесь все разворачивается отвратительно. Потом он признался, что после Берлина наслаждается воздухом Парижа. В свободное время он ходил на выставки, рылся в лавках букинистов, завел знакомство с художниками. Его всегда тянуло к людям искусство. В Москве я встречал у него Алексея Толстого, Грабаря, Таирова, Конен, Дулову, многих других. Обстановка во Франции была неблагоприятной. Блюма сменил Шотан, мелкий политический комбинатор, которому казалось высотами искусства раздобыть в парламентском буфете несколько голосов для правительственного большинства. Народный фронт трещал. Буржуа, перебуганные забастовками, начали поглядывать на Гитлера с уважением, а то и с надеждой. Франция катилась к разгрому. Сурец пытался отсрочить развязку. Он беседовал с Ирио, встречался с французским националистом, ненавидевшим Третий Рейх, кириллисом, с журналистом Бюре. Но у событий своя логика. Началась война, и малодушные правители Франции, не решавшиеся открыть огонь по противнику, потребовали отъезда Сурица из Парижа. Я рассказал в предшествовавшей части книги, как в Куйбушеве в номере Гранд-Отеля Суриц хотел, чтобы я восхищался рисунком Родена. Он приютил меня на ночь, и перед тем, как показать рисунок, три часа, задыхаясь от волнения, говорил о наших неудачах. Конечно, пакт с Германией был необходимостью. Виноваты французы, англичане и, конечно, Бек. Но как Сталин использовал два года? Ужасно это выговорить. Он верил в подпись Риббентропа. Он подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил. Сурицу казалось, что он говорит шепотом, но он кричал и успокоился только, когда вытащил из чемодана рисунок. После войны его хотели послать в Японию. Запротестовали врачи. Не выдержит климата. Тогда нашли страну с климатом не более благоприятным Бразилию. Он пробыл там недолго. Под давлением Вашингтона Бразилия порвала отношения с Советским Союзом. Сурид вернулся в Москву. Он смотрел на холсты, читал, думал. Однажды он сказал мне строго, вы моложе меня на 10 лет, но не мешает и вам о многом задуматься. У него были тонкие черты лица, борода клином, большие усы, которые он волнуясь пожевывал, косматые брови. В последние годы он страдал гипертонией и порой выходил из себя, говорил то, что думал. Приходил он неожиданно, рассеянно пил чай, молчал, а потом прорвалось. Он мог говорить два часа подряд, не останавливаясь. Что-то в нем клокотало. Начиналось почти всегда со слов. Вчера мы с Максимом Максимовичем говорили, следовал негодующий монолог. Иногда Яков Захарович объяснял поступки Сталина патологическим раздвоением личности. Старый революционер, интернационалист, типичный интеллигент, он не мог принять ни толкования низкопоклонства и космополитизма, ни многих других событий конца сороковых годов. Я не пересказываю его историй о Сталине. Они могут показаться разоблачениями, внешне расширить, а по существу сузить характер этой книги. Сурец многое объяснял характером Сталина, расхождением в нем самом теории и практики. Может быть, он был прав. Но сейчас мне хочется передать терзание старого, больного, душевно чистого человека, проработавшего всю свою жизнь для торжества идеи, в которую продолжал верить, и видящего то, чего он не мог принять. Расон тихо выговорил, беда даже не в том, что он не знает, как живет народ. Он не хочет этого знать. Народ для него понятие и только. Он уходил, а месяц или два спустя приходил, не мог дольше молчать и начинал. Вечером мы с Максимом Максимовичем вспомнили Лазовского. Было только одно средство успокоить Якова Захаровича, повезти его в комнату, где висели рисунки Матисса, пейзажи фалька, холсты шагала. Лицо его менялось, он чуть заметно улыбался. Я больше с ним не спорил, не потому, что боялся взволновать его, нет, он меня обезоруживал своей любовью к искусству. Однажды, глядя на рисунок Матисса, он тихо сказал, жизнь это тоже линия. Когда Якова Захаровича хоронили, я вспомнил эти слова. До чего человеческая линия? Рисунки остаются, внуки их легко расшифруют, может быть, заглянут и в старые книги. А кто в огромном клубке истории разыщет тонкую оборвавшуюся нить дела и страсти исчезнувшего со сцены актера? В конце февраля 1952 года праздновали юбилей Гюго. В Москву пригласили Поля Люара и внука Виктора Гюго, художника Жанна Гюго. Придется объяснить читателям, почему великий поэт не оставил детям в наследство буквы Г. Это относится к русской транскрипции. В прошлом столетии французские имена, начинавшиеся с немой согласной Ха, снабжались Г. Гюго, скульптор Гудон, город Гавр. Потом стали писать правильнее поэт Эр-Эдия, композитор Оннегер, Эрио. Жан Юго прелестный художник. Он иллюстрировал книгу Элюара «Париж еще дышал» прозрачными пейзажами города, мастерскими и в то же время простодушными. Юго привез в подарок нашим библиотекам редкие издания своего деда и, выступая на различных собраниях, говорил, что счастлив провести знаменательные дни в столице Советского Союза. Хотя приглашения были посланы поздно, Жан Юго прибыл вовремя и присутствовал на научной сессии Института мировой литературы, с которой начались празднества. А Элюара не было. Я пошел на заседание, выслушал доклады и, вернувшись домой, увидел Элюара. Люба рассказала, что позвонили с аэродрома. Прилетел француз, фамилия Элюар, никто его не встретил, по-русски он не говорит, но называет фамилию товарища Эренбурга. Люба попросила посадить его в такси, шофер должен довезти его до квартиры. Элюар пришел за 10 минут до меня. Он рассказал, что его хотели отправить во французское посольство. Тут он запротестовал, из всех его слов поняли только Эренбург. Жена приедет через два дня. Когда пришло приглашение, ее не было в Париже. Я сердился, почему никто не сообщил о его приезде. Он смеялся, а зачем сообщать, я и так добрался. Элюар был очень скромным. Один из участников сопротивления в 1946 году рассказал мне, что однажды к нему пришел высокий человек, сказал пароль и дал пакет с листовками. День был холодный, он предложил пришедшему посидеть возле печурки. Вдруг я понял, что видел это лицо в довоенном журнале. Я робко спросил, вы поэт? Да. Это был Элюар. Я не мог удержаться, вы не должны зря рисковать, мог бы принести другой. Он удивился, почему другой? Все мы рискуем, а товарищи устали, набегались за день. Ил Фарш ездил с Элюаром в партизанский район Греции летом 1949 года, за несколько месяцев до конца сопротивления. Шли жестокие бои, люди уже защищали не гору Грамос, а человеческое достоинство. Фарш мне рассказывал, что иногда приходилось часами идти в гору. Ни разу Элюар не пожаловался, не попросил передохнуть, а когда Фарш ему говорил «посидим часок», он возражал «пойдем с бойцами, зачем их задерживать?» Однажды он выхватил у двух девушек тяжелый мешок, потащил его, не хотел отдавать. Я записал слова Фарша. Он, кажется, никогда не думал о том, что он большой поэт. Может быть, потому другие не могли об этом забыть. Он выступил в колонном зале, потом в клубе автомобильного завода. Мне он признался, самое трудное выйти на сцену, когда все на тебя смотрят. Не успел кончиться юбилей Гюго, как начался юбилей Гоголя. Элюар выступил в Большом театре, еще где-то. Потом честовали Федина, и Элюар его приветствовал. Потом он рассказывал в Доме литераторов о современной французской поэзии. Потом его пригласили студенты. Потом была пресс-конференция. Доминика говорила мне, «Поль очень волнуется, когда выступает. Я просил уменьшить программу, но такие уж нравы, есть ли юбилей 25 речей, есть ли банкет 50 тостов, страна большая, людей много». В одно утро Элюар пришел ко мне расстроенный, сказал, что с Жаном Юго приключилась неприятность. Он стоял на Софийской набережной, неподалеку от дома английского посольства, и писал акварелью пейзаж Кремля. Подошел милиционер и отобрал альбом. Жан никогда не занимался политикой, но к вам он чувствует симпатию, он председатель французского юбилейного комитета, и вот уехал со мной в Москву. Досадно. Может быть, ему вернут альбом. Я позвонил Григориану. Он мне ответил, что француз рисовал не только Кремль, но и издание Министерства обороны. Это совершенно недопустимо. Часа два или три спустя мне принесли из гостиницы книгу Элюара с иллюстрациями Юго. Художник на первой странице акварели нарисовал Кремль. Я увидел недопустимую верхушку здания Министерства обороны. Юго писал, что уезжает, посылает Любе и мне эту книжку на память о наших встречах. Акварель напоминала другие работы Юго. Нежные и наивные. Стены, купола, снег. Да из окна английского посольства можно все это сфотографировать. И, конечно, куда точнее. Я рассердился, снова позвонил Григориану, сказал все, что думал. Вечером Григориан сообщил мне, что альбом решили возвратить Юго. А к вам просьба, постарайтесь его успокоить. Скрипя сердце, я пошел к Юго, долго мялся и, наконец, начал. Произошло недоразумение. Юго увел меня в ванную и там сказал, можете быть уверены, что во Франции я не скажу об этом ни слова. В Париже в интервью он говорил, что очень доволен своей поездкой. Его чудесно принимали и он увидел, как в Советском Союзе любят Юго. Осенью 1954 года он написал мне, что работает над иллюстрациями Коттипели, которые публикует французский журнал «Защиту мира». Рисунки были лирическими, лесок, прогалины, влюбленные. Юго скорее почувствовал, чем понял, что многое в наших нравах изменилось. «Вернусь к Элюару. Мне хочется передать образ большого поэта, которого я встретил впервые сорок лет назад, но узнал и полюбил много позднее. Смутно помню молодого сюрреалиста, высокого, худого, с привлекательным лицом, с удивительно красивым голосом. Он ругал одного писателя, в те времена весьма почитаемого. Это не человек, это хорек, который уверяет кур, что он их спасет от куриных хлопот. Когда он негодовал, он густо краснел. В те годы я его плохо знал, и только недавно, прочитав его юношеские письма, понял, что у нас было много общих увлечений и сомнений, хотя он был на пять лет моложе меня. В ранней молодости он болел легкими, его послали в Швейцарию в санаторий. Там он познакомился с русской девушкой Галей и влюбился в нее. Началась война, Галя уехала в Москву. Поль служил в полевом госпитале, был отравлен газами. Он слал письма Гале, и в 1916 году она приехала в Париж. Вскоре они поженились. С помощью Гали он перевел балаганчик Блока. В одном из писем с фронта он просил мать послать его первую книжку стихов знакомой Гали, известной русской поэтессе Марине Цветаевой. 1930 год мы с Любой встречали в Берлине у художника Георга Гросса. Среди приглашенных был Элюар. В то время в среде сюрреалистов шли горячие споры прав или неправ Арагон. Элюар оставался с непримиримыми, но по природе он был мягким, шутил, смеялся, хотя в те годы ему было очень трудно. Четыре года спустя я написал статью о журнале «Сюрреализм на службе революции». Статья была поверхностной хлесткой. Меня разозлило, что сюрреалисты устраивают дискуссии о поле, характере и возможном поведении стеклянного шарика или лоскута бархата, а фашисты за Рейном жгут книги, убивают людей. Когда Элюар пришел на антифашистский конгресс писателей, чтобы прочитать речь, написанную Бретоном, он со мной не поздоровался. Летом 1937 года у книжного магазина на бульваре Сен-Жермен я разглядывал новинки. Кто-то стоял рядом. Я поглядел «Элюар». Мы оба смутились. Он первый сказал «Здравствуйте», а Пикассо говорил мне, что вы в Испании. Я ответил, что неделю назад был на Арагонском фронте. Он спросил, как там теперь. Я рассказывал, должно быть нехотя, потому что он вдруг остановился. Мне нужно в другую сторону. Вспоминая эту неудавшуюся встречу, я думаю, как часто бывал глухим и слепым. В годы войны я прочитал во французском журнале, выходившем в Лондоне, несколько стихотворений, которые меня потрясли человечностью и красотой. Подпись Жан Дюо явно была псевдонимом. Мелькнула мысль, может быть, Элюар? Вскоре после этого один из летчиков Нормандии прочитал мне те же стихи и еще другие. Это поле Элюара. Мы встретились летом 1946 года в Париже и обняли друг друга. Я знал по рассказам общих друзей, что в начале тридцатых годов в личной жизни Элюара произошли перемены. Он женился на Нуш. Пикассо показывал мне ее портрет. Она казалась красивой. Стихи Элюара стали менее мрачными. И вот я увидел Нуш. Она оказалась не только красивой, но обаятельной, нежной, хрупкой и в то же время смелой. Мы просидели в темном кафе вечер. Поль и Нуш рассказывали о годах оккупации. Мы смеялись, шутили. Бог ты мой, каким светлым казалось нам тогда будущее. Приехала из Москвы Люба. Элюар нас позвал к себе. Мы добрый час разыскивали дом, где он жил. Он записал адрес в мою книжицу, а такого номера не оказалось. Мы ходили взад и вперед по длинной улице Де-ля-Шапель. Если мы нашли наконец дом, мрачный, темный, то только потому, что один из прохожих, которых мы спрашивали, догадался. Наверное, у вас старый адрес, часть улицы переименовали, поищите на улице Макс Дурмуа. Я ругал Элюара, почему он записал не ту улицу? Нуш смеялась. Поль против нового названия. Он говорит, что мы жили и живем на улице Де-ля-Шапель. Вы понимаете, это ведь целый мир, даже говоря так, человек с улицы Де-ля-Шапель. Мы встретились с Элюаром два года спустя во Вроцлаве. По ночам разговаривали. Потом мы бродили по развалинам Варшавы. Иногда с нами был Пикассо, иногда мы беседовали вдвоем. Он изменился. Сказалось пережитое. В конце 1946 года, когда он уехал на несколько дней в Швейцарию, скоропостижно скончалась Нуж. Друзья рассказывали мне, как тяжело он пережил потерю. А мне он сказал в одну из Вроцлавских ночей. Я стоял одной ногой в могиле. Потом был Парижский конгресс и снова длинные беседы. В Москве в феврале-марте 1952 года я видел его в последний раз. Если сложить все часы, проведенные с ним, получится мало, очень мало. Но, видимо, у сердца свой хронометр. Я потерял не только большого поэта, близкого друга, простого и необычайного, мягкого и мужественного, поэта любви, считавшегося малопонятным и ставшего своим для миллионов читателей. Неужели никогда не перестанут взрослые, серьезные люди противопоставлять один период творчества поэта другому, рубить человека на куски, превращать его жизнь с поисками, потерями, надеждами, с ее непременной трагедией в шутовской экзамен, где экзаменатор бубнит, это было ошибкой, теперь правильно, опять неверно, хорошо, что поняли, пожалуй, дадим вам диплом. Что за напасть и что за ограниченность? В 1925 году Элюару было 30 лет, а в 1945 50. Дело не только в том, что посидели виски, руки начали дрожать, но разве человек, перед которым в тумане раскрывается даль, может понять, почувствовать то, что станет для него в конце жизненного пути не азбучными истинами, а своим опытом, слезами, потом, потерями. Да одни ли поэты меняются? Разве не меняется сама жизнь? Долгие годы сюрреализма для Элюара были не ошибкой, которую ему следует простить за последующее. Они были годами его жизни, его поэзии, и, наверное, без них он не стал бы автором последних книг. Юношей на фронте он начал стихотворение словами «Меня покинула лазурь, и я развел огонь». О том же он писал и в годы сопротивления, и перед смертью, о ночи и огне. Он всегда писал о любви, перед молодым фронтовиком была Галя, перед зрелым поэтом Нуш в последние годы Доминика. Но стихи Элюара не летопись сердечных событий, не прославление Петрарковской Лауры или другой женщины, это стихи о любви, и любой любящий может их принять за выражение своих чувств. Поэтический гений — это не только исключительная сила слов, это исключительная глубина, острота чувствований. Она позволяет самовыражению стать выражением современников, а порой и правнуков. Однажды во Вроцлаве Элюар рассказал мне историю стихотворения «Свобода». Это стихотворение состоит из ряда четверостишей, каждая кончается словами «Я пишу твое имя». На моих разбитых укрытиях, на моих рухнувших маяках, на стене моего уныния «Я пишу твое имя». Элюар сказал, что писал эти стихи Ануш и кончал стихотворение словами «Я родился для того, чтобы тебя узнать, чтобы назвать тебя по имени». У него было поразительное свойство. Этот якобы замкнутый, даже герметический поэт не только понимал всех, он чувствовал за всех. Вдруг я понял, рассказывал он, что я должен кончить именем, и после слов «назвать тебя по имени» дописал «Свобода». Это было в 1942 году, тогда у всех была одна возлюбленная. Поэзия Элюара неизменно считалась трудной. О нем говорили, как о поэте для немногих. Но стихи Элюара летчики сбрасывали на города оккупированной Франции, стихи оказались убедительнее листовок, хотя Элюар ни в чем не поступился, ни к чему не приспособился, стихи военных лет так же трудны, как написанные раньше или позднее. Еще раз было доказано, что понятие доходчивости условно, часто стихи подлинного поэта куда понятнее миллионам читателей, чем трезвое наставление литературного критика. Сложность поэзии Элюара в ее сжатости, трудность в простоте. Его стихи почти непереводимы, они слишком зависят от облика слова, его звучания, связанных с ним ассоциаций. Незвелл, Альберти, Тувим, Назымхикмет, Неруда, читали его стихи в подлиннике. Их любовь к человеку была связана с ощутимостью, реальностью его поэзии. Трудно объяснить, в чем сила стихов Элюара. Внешние приметы поэзии отсутствуют. Нет ни рифмы, ни размера, ни редкостных эпитетов, ни пышности образа. В стихотворении Габриэль Пэри он говорил, есть слова, которые помогают жить. И это простые слова. Слово тепло и слово доверие. Слова любовь, справедливость и слово свобода. Слово ребенок и слово доброта. И некоторые названия фруктов и цветов. Слово мужества и слово открытия. Слово брат и слово товарищ. И некоторые названия стран и деревень. И некоторые имена друзей и женщин. Стихи его кажутся зыбкими, невесомыми, как тень листвы или утренняя роса. И однако они остаются в памяти. Стоят вдоль дороги жизни, как старые чинары или как каменные статуи. Элюар очень любил живопись. Его книги, кроме Пикассо, иллюстрировали многие художники, не похожие один на другого. Макс Эрнст и Валентина Юго, Леже и Сальвадор Дали, Шагал и Кирико. Многие из художников, которые ему нравились, мне далеки. Но я понимаю, что он видел в их работах. Чертежи поэм, зримый мир своих сновидений. В стихах, однако, он не пытался словами вылепить форму или передать цвет. Верил в магию слов и от нее не уклонялся ни к пластике, ни к красноречию. Больше всего, больше всех Элюар любил Пикассо. Их дружба длилась четверть века, и ничто не могло ее подорвать или хотя бы остудить. Подгерника и Пикассо стихи Элюара. Поль собрал свои стихи о великом художнике и назвал книгу Пабло Пикассо. Внешне они казались людьми двух полюсов чертом и младенцем. Но это относится к характеристике экзаменаторов или классификаторов, которым чужда стихия искусства. Черт может быть добрым, даже простодушным, а младенец побывал в аду и многое узнал. Наперекор видимости наперекор законам возраста и ремесла они были близкими феноменами. И когда Пикассо вспоминает «Это Поль мне сказал», его лицо становится таким нежным, что сжимается сердце. Он был настолько хорошим и скромным человеком, что, кажется, личных врагов у него не было. В 1942 году он вошел во французскую коммунистическую партию, остался верен ей до конца. Умер он еще в эпоху предельного ожесточения. И вот что поразительно, сила его поэзии, ее человечность, великодушие обезоруживали политических противников. Правда, правительство пыталось запретить похоронное шествие, но это было механическим актом холодной войны, поступком не живых людей, а электронной машины. Со дня смерти Элюара прошло много времени, а его влияние продолжает расти, о нем уже никто не спорит, его поэзия переросла и биографию, и события. Я все-таки не сказал, что всего удивительнее в его поэзии. Доброта. Можно быть большим поэтом, уметь страдать и уметь рассказывать о муках или о радости глубоко, точно, но без доброты. Это уж не столь частое свойство и вообще людей, и в частности поэтов. Элюар не мог быть счастливым рядом с чужим несчастьем, и происходило это не от размышлений, а от природы человека. Когда он говорил о своем личном счастье, он говорил о счастье всех. Мы идем вдвоем, взявшись за руки. Нам кажется, что мы повсюду дома, под ласковым деревом, под черным небом, под всеми крышами, у всех каминов, на пустой улице, на ярком солнце, смутных взглядах толпы, среди мудрых и безумных, среди детей и среди взрослых. В любви нет ничего таинственного. Мы здесь, все нас видят, и влюбленным кажется, что они у нас в гостях. Это написано незадолго до смерти. Он шел с Доминикой, может быть, по холмам Дордони или в Москве по Пушкинской площади. Он хотел всех одарить. Он боролся, рисковал не раз жизнью. Не от того, что решил так поступать, а потому, что не мог иначе. В один из последних московских вечеров Поль сидел у нас. Его руки дрожали больше обычного, но он шутил, потом замолк. Люба говорила с Доминикой. Вдруг он сказал мне, я вспоминаю молодого рабочего. Помните, он прорвался после вечера в комнату за сценой. Он сказал, мне тоже хочется писать стихи, но я боюсь, что не выйдет. Голова все время набита словами, гудит, описать боюсь. Горько то, что задуманное всегда лучше, чем выполнение. Не только в поэзии, в жизни. Эти слова я записал. Прощаясь, мы думали, что встретимся в декабре в Вене. Я радовался, видя рядом с ним крепкую, милую, заботливую Доминику. Восемь месяцев спустя в холодное туманное утро я услышал по радио «Вчера скончался французский поэт Поль Элюар». Доминика потом мне рассказала, что утром он прочитал газеты. Розенбергам, несправедливо осужденным в Америке отказано в пересмотре дела. Поль сказал, только бы их спасли. Четверть часа спустя он позвал Доминику. Сердце перестало биться. Ему должно было исполниться пятьдесят семь лет. Я пишу, и мне кажется, что это случилось вчера. Ничего нет сильнее, чем то, что связывает людей, когда перевал позади, и они спускаются вечером по темной крутой тропинке. Когда я оглядываюсь назад, 1952 год мне кажется очень длинным и в то же время тусклым. Вероятно, это связано с тем, как я тогда жил. В журнале печатался девятый вал. Критики его хвалили. Но я чувствовал, что книга не вышла и ничего больше не писал. Перерывы между поездками, связанными с борьбой за мир и с работой депутата, оставляли достаточно времени, чтобы задуматься над своим писательским путем. В один из осенних дней я записал в книжечку «Видимо, разумнее всего оставить работу писателя. Через три месяца мне будет 62 года. Это не тот возраст, когда можно сидеть у моря и ждать погоды. Движение за мир. Хоть здесь я могу что-нибудь сделать». В октябре собрался девятнадцатый съезд партии. Сталин произнес в конце короткую яркую речь. О литературе упомянул в своем докладе Маленков. Он жалел, что у нас нет Гоголей и Щедриных и сказал, что идейные позиции писателя определяются тем, типичны его герои или нет. Один ленинградский писатель мне говорил, у правдомов можно было высмеивать и до того, как вспомнили про Гоголя и Щедрина. А подымешься на ступеньку выше, скажет, нетипично. Интересно, каким путем будут устанавливать типичность? Может быть, статистикой? Я просмотрел подшивку литературной газеты. Все выглядит идиллией. Газета отмечала, что в новом мире напечатан роман Гроссмана за правое дело, но критики о нем молчали. Они хвалили новый вариант молодой гвардии Фадеева, одобрительно писали о романе Кочетова Журбины. Газета сокрушалась, что недостаточно учтен гениальный труд Сталина, произведший переворот в языкознании. Разоблачали уже науку кибернетику. Писатели ругали мягко почти по-отечески. Праздновали юбилей. По Устовскому и Федину исполнилось 60 лет. Назыму Хикмету и Каверину 50. Устраивали вечера, подносили папки, обнимали и, разумеется, желали новых творческих успехов. Вышла книга Винокурова, ее скромно похвалили. В одном из толстых журналов напечатали стихотворение Мартынова. Редакцию за это поругали. Под тусклыми похожими одно на другое стихотворениями пестрели незнакомые имена молодых. Теперь я заметил под одним из них подпись Евтушенко. Когда перелистываешь еще не успевшие пожелтеть листы, кажется, что редакция не знала, чем их заполнить. Кончились Радищевские дни, отмечали 50-летие со дня смерти Золя, потом столетие со дня рождения Мамина Сибиряка. В апреле в Москве состоялось международное экономическое совещание. Я познакомился с лордом Бойт Орром, старым английским пацифистом, человеком большой культуры и чистых мыслей. Он мечтал о сотрудничестве двух миров, с восхищением говорил о Ганде, об Эйнштейне. На совещание приехали, помимо экономистов, несколько крупных предпринимателей и довольно много средних или мелких, надеявшихся на советские заказы. Вспоминая смешной эпизод, из секретариата совещания мне позвонили, что значит французское сокращение АПТ. Я не мог расшифровать, ломал себе голову. Потом мне переслали письмо. АПТ оказался городом в Провансе, а письмо написал фабрикант Охры Шовен. До войны, по словам Шовена, французские фабриканты продавали России ежегодно 8 тысяч тонн Охры, и он решил приехать на экономическое совещание с надеждой возобновить экспорт Охры. Шовен оказался живым, симпатичным южанином, участником французского движения сторонников мира и неисправимым фантазером. Его принимали в Комитете защиты мира на Кропоткинской. Он восхищался людьми, наглядя на облупившийся фасад особняка повторял «Вам совершенно необходима Охра». В Москву он привез образцы промышленности Апта, глазированные фрукты и лавандовую туалетную воду. Фрукты были вкусными, лаванда чудесно пахла, но ни эти товары, ни Охра не соблазнили Министерство внешней торговли. У одного бельгийца купили партию дамских комбинаций, и он ликовал, а Шовен уехал с пустыми руками, но с сердцем полным любви к нашему народу. Писал мне письма, хотел, чтобы советские актеры приняли участие в карнавале Апта, словом, оставался наивным мечтателем. Жизнь не шла своим ходом. Народ трудился, строили новые заводы, учителя учили грамоте малышей, которые теперь стали юношами, работают или учатся, думают, спорят. Подростки читали Толстого, Чехова, Горького, на сцене тысячи театров, ежевечерний Гамлет говорил о флейте и лжи, герои Чехова тосковали, а бессмертных листаков врал, не зная передышки. В музеях всегда толпились посетители. Разговаривая с незнакомыми людьми, я видел, как выросло сознание так называемого среднего человека. В Праге осенью происходил процесс группы видных коммунистов. В литературной газете их назвали «жабами у чистого родника», которые мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты, вместе со всяким сбродом, погрязшим в преступлениях. Весной 1963 года Верховный суд Чехословакской Республики отменил приговор и реабилитировал осужденных. Конечно, я не предвидел последующего, но пражский процесс заставил меня снова насторожиться. Переговоры о перемирии в Корее начались еще весной 1951 года. После длительных споров стороны пришли к соглашению о 60 пунктах договора. Спор продолжался об одном вопросе – порядке репатриации военнопленных. На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Вышинский и Ачисон произносили длинные речи. Все понимали, что разрешить конфликт с силой оружия невозможно. Однако бои продолжались, причем они шли в районе, который, согласно одному из 60 одобренных пунктов, должен был стать нейтральной зоной. Шли бои и винда Китая. Холодная война не затихала. Некоторые американские сенаторы называли операции в Корее началом Третьей мировой войны. Говорили, что эта война будет длительной и должна кончиться полным уничтожением коммунизма. Во Франции то и дело менялись правительства, вспыхивали забастовки, арестовывали коммунистов и профсоюзников. В Греции продолжались расправы. Я долго глядел на фотографию казненного Белаяниса. Он держал в руке гвоздику и улыбался. Год казался тихим и душным. Многие события последующих лет медленно созревали. Но даже завзятые оптимисты предпочитали помалкивать. Я был занят подготовкой Конгресса народов. Дважды побывал в странах Скандинавии, ездил в Берлин, просидел несколько недель в Вене. Жилео Кюри и другие руководители движения хотели, чтобы Конгресс народов был шире и представительнее Конгрессов сторонников мира. В письме к итальянскому либералу Нитти Жилео дал гарантии, что участники Конгресса смогут свободно изложить свою точку зрения. Недоверие все же помешало многим колебавшимся приехать в Вену. Но если вспомнить обстановку конца 1952 года, то можно сказать, что Конгресс удался. На нем выступили бывший канцлер Вирт, депутат католической партии Италии Тераннова, итальянский депутат республиканец Нитти, приверженцы Варгаса в Бразилии и Перона в Аргентине, члены Индийской партии Конгресса, представитель партии большинства иранского парламента, некоторые английские тред-юнионисты, националисты из Марокко, тунисские друзья Бургибы, писатель Сартр, наблюдатель от организаций сторонников всемирного правительства и пацифисты различных толков. В отличие от Парижского и Варшавского Конгрессов ораторов, критиковавших политику Советского Союза, выслушали спокойно, многие даже аплодировали. В некоторых из таких речей говорилось о чрезмерно воинственном тоне Вышинского, об отказе от поисков компромисса, о подтексте пражского процесса. Мне запомнились выступления Эллин Аппель, итальянской католички Пиаджио и шведского писателя Блонберга. Конечно, как и в Варшаве, приветствуя некоторых ораторов, все вставали. На заключительном заседании пели, махали платочками и закрыли Конгресс в три часа утра. Все же атмосфера была более деловой, да и более миролюбивой, чем на Варшавском Конгрессе. Ступительную речь произнес Жилио. Он как бы дал тон ораторам. Впервые много говорилось о мирном сосуществовании, о культурных связях. Фадеев болел, и советской делегацией руководил Корнейчук, который непрестанно улыбался. В тексте обращения к народам не было резких обвинений. Он заключал требование немедленного прекращения военных действий, признания за всеми народами права на независимость, необходимость всеобщего разоружения, словом, напоминал некоторые резолюции, единогласно одобренные Ассамблеей Объединенных Наций семь или восемь лет спустя. После окончания Конгресса был устроен ужин в Большом Зале, где смогли уместиться две тысячи человек. Было мало речей и много австрийского вина, легкого, но коварного. Все развеселились. Под утро кто-то прочитал, вернее, прокричал, только что полученный из Москвы список новых лауреатов премий за укрепление мира. И в Варш Кичлу Поль Робсон я аплодировал и вдруг услышал Илья Эренбург. Я скорее растерялся, чем обрадовался. Никогда мы не присуждали премий нашим. Да и почему мне, а не Фадееву или Корничуку? Ко мне подходили, чокались, обнимали. Сарени сказал мне на ухо «Хорошо, что он вам дал премию именно сейчас». Я спросил, что значит его слова. Но он не ответил. Два дня спустя мы поехали поездом в Москву. Один вагон отвели Сун Цен Лин и китайским диригатам. В двух других разместилась советская диригация и наши гости Кичлу Амаду Эндикот Саламеа. Поезда в то время шли медленно. Выехав утром, мы только под вечер добрались до Будапешта. Денег у нас не было, а на дорогу нам ничего не дали, кроме цветов. Корнечук, сидевший в соседнем купе, то говорил, что готов съесть своего соседа, то мечтал, как нас накормят в Будапеште, где поезд должен был простоять два часа. На вокзальном перроне мы увидели ракуши и других важных товарищей. Нас повели в правительственный зал. Корнечук шептал, сейчас дадут гуляш. Однако нам дали черный кофе и печенье. Корнечук помялся, потом сказал, мы весь день ничего не ели. Венгры засуетились, ресторана на вокзале не оказалось, полчаса спустя принесли сосиски, очень вкусные, но очень маленькие. Поели мы на следующее утро, на советской границе, где простояли часов пять. Два дня спустя я приехал в Москву. В дороге я несколько раз пытался расшифровать слова Сарени. может быть он знает что-то. Но чем больше я думал, тем меньше понимал и только нервно позевывал. Пять дней спустя мы встречали Новый год с Ириной Лидинами Савичами. Я успел повидать некоторых друзей, спрашивал, какие новости, рассказывали пустяки, на сердце у меня было смутно, я сам не знал почему. 30 января газеты привезли в полдень. Я нехотя развернул правду к новому подъему нефтяной промышленности, упадок внешней торговли Франции. Вдруг на последней странице я увидел арест группы врачей-вредителей. ТАСС сообщал, что арестована группа врачей, которые повинны в смерти Жданова и Щербакова. Они сознались, что собирались убить маршалов Василевского, Говорова, Конева и других. В газете было сказано, что большинство арестованных агенты международной еврейской буржуазно-националистической организации Joint, которые получали указания через врача Шемелеовича и еврейского буржуазного националиста Михоэлса. В списке арестованных были известные медики, трое русских, шесть евреев. Я пытался узнать, что приключилось. Одни говорили, что врачей начали арестовывать два месяца назад, другие, напротив, рассказывали, что был консилиум, пригласили врачей, лечивших Сталина, и потом арестовали. Все повторяли, что в больницах ад, многие больные смотрят на врачей, как на коварных злодеев, отказываются принимать лекарства. Агранон, тот, что беседовал с Артром, проводил отпуск в Ялте, он приехал до срока, рассказал мне, что его жена перепугалась, сегодня же уедем из санатория, нас здесь отравят. Женщина-врач говорила, вчера пришлось весь день глотать пилюли, порошки, десять лекарств от десяти болезней, больные боялись, что я заговорщица. На Тишинском рынке подвыпивший горлодер кричал, евреи хотели отравить Сталина. Я говорил, что наш народ духовно вырос. Наимыслящий тростник порой перестает мыслить. Можно быть философом и все же огорчиться, если кошка перебежит дорогу. Я никак не хочу всем приписывать того страха, о котором говорил. Последний холерный бунт был в 1893 году, да и погромы исчезли с концом гражданской войны. Но если забраться в душевные дебри многих вполне разумных людей, то можно найти смутное недоверие, подозрительность. Конечно, такие не станут прислушиваться к разговорам молочниц на рынке, однако о врачах-убийцах сообщили следственные органы. Вспомнили процесс в 1938-м, тогда выяснилось, что врачи убили Горького. Теперь они стали еще хитрее, ставят неправильный диагноз и лечением доводят больного до смерти. Я часто замечал у людей вместе с преклонением перед медициной страх перед медиками, перед тем врачом, который их лечит. Может ошибиться, недосмотреть. Если его завербовали враги, может убить и безнаказанно. Григориан пригласил меня к себе, заговорил о вручении премии. Церемония была назначена на 27 января. Хорошо, если вы упомянете о врачах-преступниках. Я вышел из себя, сказал, что не просил премии, готов хоть сейчас от нее отказаться, но о врачах говорить не буду. Мой собеседник начал меня успокаивать. Это не директива, просто я хотел вам подсказать. 21 января, в день годовщины смерти Владимира Ильича Ленина, под его портретом в газетах был опубликован указ о награждении орденом Ленина женщины-врача за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц. На вручении мне премии выступали с приветственными речами Тихонов, Сурков, Арагон, Анна Зегерс, колумбийский писатель Саламеа. Потом полагалось выступить мне. Речь была короткой. Я сказал, каково бы ни было национальное происхождение того или иного советского человека, он прежде всего патриот своей родины и он подлинный интернационалист, противник расовой или национальной дискриминации, ревнитель братства, бесстрашный защитник мира. Эти слова были продиктованы событиями. я снова вернулся к тому, что меня мучило. На этом торжестве в белом парадном зале Кремля я хочу вспомнить тех сторонников мира, которых преследуют, мучают, травят. Я хочу сказать про ночь тюрем, про допросы, суды, про мужество многих и многих. В Свердловском зале было тихо, очень тихо. Люба потом рассказала, что когда я сказал о тюрьмах, сидевшие рядом с нею замерли. На следующее утро я увидел в газете мою речь выправленной. К словам о преследовании вставили силы реакции. Боялись, что читатели могут правильно понять мои слова и отнести их к жертвам Берии. Появилась статья о том, какие восторженные письма получает женщина-врач, разоблачившая убийц в белых халатах. Во многих письмах говорилось «русская женщина, русская душа». Однако самые неистовые толкования я прочитал во французской газете «Сесуар», которую долго редактировал Жан Ришар Блок. Эти статьи принадлежали перу видного журналиста Пьера Эрве, бывшего тогда коммунистом. Я понимаю, что французский коммунист мог поверить органам советского следствия и защищать их от политических врагов. Однако Эрве превзошел все и всех. Его статьи напоминали фальшивку, изготовленную в годы Второй империи, протоколы сионских мудрецов. Он доказывал, что козни джоинта и арестованных врачей не локальное явление, а результат давнего заговора. Даже в те дни эти статьи меня удивили. А говорю я о них потому, что два года спустя, когда законность в нашей стране была восстановлена, Эрве порвал с коммунистической партией, выпустил книжку и даже прислал ее мне строгательной надписью. В книжке, среди прочего, Эрве возмущался делом врачей, не упоминая о своем личном вкладе. Вправде появилась резкая статья о романе Гроссмана. В тотчас и другие газеты обрушились на роман. События продолжали разворачиваться. Февраль оказался для меня очень трудным. О пережитом мной, я считаю, преждевременным рассказывать. В глазах миллионов читателей я был писателем, который мог пойти к Сталину, сказать ему, что я в том-то с ним не согласен. На самом деле я был таким же колесиком и винтиком, как мои читатели. Я попробовал запротестовать, решило дело не мое письмо, а судьба. Был холодный день. Чтобы занять себя и отогнать хотя бы на несколько часов черные мысли, я сидел, переводил Вийона. Вдруг пришел сторож Иван Иванович. По радио значит передавали, что Сталин заболел. Паралич, положение тяжелое. Помню, как ехал в Москву. Было много снега, в сугробах тонули детишки. Я хотел задуматься, что теперь будет со всеми нами. Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники. Оцепенение. В девять часов пятьдесят минут вечера Медицинское заключение говорило о лейкоцитах, о коллапсе, о мерцательной аритмии. А мы давно забыли, что Сталин человек. Он превратился во всемогущего и таинственного Бога. И вот Бог умер от кровоизлияния в мозг. Это казалось невероятным. Дом, в котором я живу, находится в переулке между улицами Горького и Пушкина. Для того, чтобы пройти на одну из этих улиц, нужно было разрешение офицера милиции, долгие объяснения, документы. Огромные грузовики преграждали путь. Если офицер разрешал, я взбирался на грузовик, спрыгивал с него, а через пятьдесят шагов меня останавливали, и все начиналось сначала. Траурный митинг писателей состоялся в театре киноактера на улице Воровского. Все были подавлены, растерянны, говорили сбивчиво, как будто это неопытные литераторы о математике или землекопы, впервые выступающие на собрании. Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню, что, наверное, то, что и другие. На следующий день нас повезли в колонный зал. Я стоял с писателями в почетном карауле. Сталин лежал на бальзамированной торжественной, без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины подымали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями. Плачущих я видел и на улицах, порой раздавались крики, люди рвались к колонному залу, рассказывали о задавленных на Трубной площади, привезли отряды милиции из Ленинграда, не думая, чтобы история знала такие похороны. Мне не было жалко Бога, который скончался от инсульта в возрасте 73 лет, как будто он не Бог, а обыкновенный смертный. Но я испытывал страх, что теперь будет. и боялся худшего. Я много говорил в этой книге о мыслящем тростнике. Теперь я вижу, что сохранить ясность мыслей очень трудно. Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки. Я связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение двадцати лет именовалось мудростью гениального вожжа. Я никогда не разговаривал со Сталиным, кроме телефонного разговора накануне войны, о котором писал. Я видел его издали на торжественных заседаниях, приемах или на сессиях Верховного Совета. Однажды я оказался рядом с ним, случилось это на приеме, когда в Москву приехал Мао Цзэдун. Меня удивило, что при входе контроль был строжайшим, как будто это не ресторан Метрополя, Кремль. Войдя в зал, я увидел, что народу очень много и не стал пробиваться вперед. Зал оживленно гудел. Вдруг наступила тишина. Оглянувшись, я увидел Сталина. Он был не таким, как на портретах, старый человек небольшого роста, с лицом как бы исколотым годами, низкий лоб, живые, острые глаза. Он с любопытством разглядывал зал, где, наверное, не был четверть века. Потом началась овация, и Сталина увели налево, где находились китайцы. Все произошло настолько быстро, что мне не удалось как следует его разглядеть. Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся. Разговаривая о нем с друзьями, я, как и все, называл его хозяином. Древние евреи тоже не произносили имени Бога. Вряд ли они любили Иегову. Он был не только всесилен, он был безжалостен и несправедлив. Он наслал на праведного Иова все беды, убил его жену, детей, поразил его самого проказой. И все это только для того, чтобы показать, как заживо гниющий брошенный всеми невинный человек будет на пепелище прославлять мудрости Иеговы. Бог бился об заклад сатаной, и Бог выиграл, проиграл Иов. В четвертой части этой книги я обещал читателям вернуться к Сталину, попытаться подвести итоги и найти причины наших заблуждений. Как многие поступки в моей жизни, это обещание было легкомысленным. Я не раз садился за эту главу, черкал, рвал написанное, и наконец понял, что не смогу выполнить обещанное. «Конечно, теперь я знаю куда больше, чем в марте 1953 года, но я вижу, что знаю слишком мало для итогов и выводов, да и то, что мне известно, я зачастую не понимаю». Я не могу дать портрет Сталина, я его лично не знал. Видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому. Напрасно я обещал выйти из рамок воспоминаний, заняться историей или философией, ограничусь тем, что поделюсь считателями своими мыслями и чувствами в марте 1953 года, а если и выскажу некоторые размышления, то они будут связаны с характером работы писателя, которого больше всего волнует судьбы человеческого сознания и совести. А божествление Сталина не произошло внезапно, оно не было взрывом народных чувств. Сталин долго и планомерно его организовывал. По его указанию создавалась легендарная история, в которой Сталин играл роль несоответствующей действительности. Художники писали огромные полотна, посвященные канунам революции, октябрю, первым годам Советской Республики, и на каждой из таких картин Сталин был рядом с Лениным. В газетах чернили других большевиков, которые при жизни Ленина были его ближайшими помощниками. Признание Сталина гениальным и мудрейшим предшествовало массовым расправам. Я рассказал, как меня смутили в 1935 году аплодисменты и истерические вскрики при появлении Сталина на совещании стахановцев. Тогда я долго убеждал себя, что не понимаю чувств народа, что я интеллигент, к тому же оторвавшийся от русской жизни. Потом я привык и к овациям, и к литургийным эпитетам, перестал их замечать. Святой Петр для католиков камень, на котором зиждется церковь, ключарь рая. Для меня он герой поэтической легенды, который трижды отрекся от своего учителя, а потом мученичеством искупил свою слабость. Однако, когда я увидел бронзовую статую в римском соборе, я забыл про все легенды. Я глядел на ногу Петра. От поцелуев бронза стерлась. Вера, как страх, как многие другие чувства, заразительна. Хотя я воспитывался на вольнодумстве девятнадцатого века и написал Хулио Хоринито, в котором высмеивал все догмы, я оказался не вполне защищенным от эпидемии культа Сталина. Вера других не зажгла мое сердце, но порой она меня подавляла, не давала всерьез призадуматься над происходившим. В 1957 году, вспоминая прошлое, я писал «Вера очки и шоры. Вера двигает горы. Я человек, не гора. Вера мне не сестра. Видел я камень серый, стертый трепетом губ. Мертвого будет вера. Я человек, не труп. Видел, как люди слепли, видел, как жили в пекле, видел, билась земля, видел, я небо в пепле. Вере не верю я. Я был в андалузском отряде, где люди сражались насмерть. Они назвали свою часть батальоном Сталина. В годы войны я много раз слышал возгласы «За Родину, за Сталина». Сколько писем итальянских и французских героев сопротивления, написанных перед казнью, кончали словами «Да здравствует Сталин». К семидесятилетию Сталина одна француженка прислала ему шапочку своей дочери, замученной в гестапо. Поэты, в честности которых трудно усомниться, Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, Незвал прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым апостолом, божеством. Шла борьба, и места над схваткой не было. Для наших врагов Сталин тоже перестал быть человеком. Говоря о нем, Гитлер или Геббельс, Форестол или Маккарти кликушествовали, как на черной мессе. В 30-е годы я увидел, что такое фашизм. Сопротивление испанского народа было сломлено, фашистские диктаторы помогли Франко, западные демократии лицемерно провозгласили невмешательство, и только горсточка советских военных сражалась на стороне республиканцев. Мюнхен был попыткой сколотить антисоветскую коалицию. Чемберлин и Даладье надеялись, что Гитлер повернет на восток. Когда началась странная война, правители Франции воевали не столько против Рейхсвера, сколько против своих коммунистов. За несколько месяцев до разгрома Франции ее полководцы занялись подготовкой экспедиционного корпуса, который должен был сражаться против Красной армии в Финляндии. После нападения Гитлера на Советский Союз некоторые политики Америки и Англии радовались не только потому, что Красный ослабит Рейхсвер, но и потому, что Гитлер в итоге уничтожит Красных. Не успела кончиться Вторая мировая война, как начали поговаривать о Третьей. Фанатики капитализма, бизнесмены, выдававшие себя за крестоносцев, военные, у которых неизменно чешутся руки, хотели они того или нет, способствовали укреплению культа Сталина. Я не сразу разгадал роль мудрейшего. Если и теперь я недостаточно осведомлен, то в 1937 году я знал только об отдельных злодеяниях. Как многие другие я пытался обелить перед собой Сталина, приписывал массовые расправы внутрипартийной борьбе, садизму Ежова, дезинформации, нравом. Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства. Он много раз выступал как поборник справедливости, который хочет положить конец произволу. Помню его слова и о головокружении от успехов, и о том, что сын не отвечает за отца. После разгула Ежовщины он публично сокрушался. В таком-то городе исключили из партии несколько честных коммунистов, в другом даже арестовали неповинного человека. Десять лет спустя в разгар кампании против космополитов он осудил раскрытие литературных псевдонимов. Неизменно он напоминал о необходимости беречь людей. Сарьян рассказывал мне, как, принимая армянскую делегацию, Сталин спрашивал о поэте Чаринце, говорил, что его не нужно трогать, а несколько месяцев спустя Чаринца арестовали и убили. Сталин, видимо, умел обворожить собеседника. Барбюс писал, «Можно сказать, что ни в ком так не воплощены мысль и слова Ленина, как в Сталине». Ромен Ролан после встречи со Сталиным говорил, «Он удивительно человечен». Фехтвангер считал себя скептиком, стрелянным воробьем. Сталин, наверное, про себя посмеивался, говоря Фехтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты. А стрелянный воробей поверил. Сурец, потом Литвинов и Майский говорили мне, что пакт с Гитлером был необходим. Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Однако Сталин не использовал два года передышки для укрепления обороны. Об этом не говорили и военные, и дипломаты. Я писал, что Сталин, чрезвычайно подозрительный, видевший в своих ближайших сотрудниках потенциальных врагов народа, почему-то поверил в подпись Риббентропа. Гитлеровцы напали на нас врасплох. Сталин вначале растерялся, не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову. Потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат-фашисты, быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу, мы были произведены в братьев и сестер Бога. Однако он быстро собрался с духом, поразил Гопкинса своим спокойствием, остался в опустевшей Москве, а в трудное лето 1942 года старался держаться в тени. В газетах редко встречалось его имя. Культ был восстановлен сразу же после разгрома немцев на Волге. Победил народ тот, что воевал, строил заводы, копал каналы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе гениального стратега. Послевоенные годы были тяжелыми, и жил я не в Париже, а в Москве. Я успел многое узнать. В марте 1953 года я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам, напоминает блистательных политиков эпохи итальянского возрождения. Я помнил большевиков, окружавших в Париже Ленина. Из них разве только Луначарскому и Калантай посчастливилось умереть в своих постелях. Среди погибших были мои близкие друзья, и никто никогда не мог бы меня убедить, что Всеволод Эмильевич, Семен Борисович, Николай Иванович и Исаак Эммануилович — предатели. Эйзенштейн рассказывал о своей встрече со Сталиным, которая, говоря, что необходимо возвеличить в глазах народа Ивана Грозного, добавил, «Петруха не дорубил». Я сейчас не пишу историю Ивана Грозного или Петра, я просто хочу объяснить читателям, почему я не любил Сталина. Никогда в своей жизни я не считал молчание добродетелью. И, рассказывая в этой книге о себе, о моих друзьях, я признался, как трудно нам было порой молчать. Приехав из Испании в Москву в конце 1937 года, я увидел, что делалось в домах и в умах. Я пытался утешить себя, Сталина многом не знает. Действительно, я не думаю, чтобы Сталин знал о молоденькой Наташе Столяровой, жене художника Шухаева или о Семене Ляндресе. Если бы он читал списки всех жертв, то не смог бы делать ничего другого. Но я и тогда понимал, что приказы об уничтожении старых большевиков или крупных командиров Красной Армии, которых я встречал в Испании, могли исходить только от Сталина. Полгода спустя, вернувшись в Барселону, я не мог никому рассказать о том, что видел и слышал в Москве. Почему я не написал в Париже «Не могу молчать»? Ведь последние новости или Тан охотно опубликовали бы такую статью, даже если бы в ней я говорил о своей вере в будущее коммунизма. Лев Толстой не верил, что революция устранит зло, но он и не думал о защите царской России, напротив, он хотел обличить ее злодеяние перед всем миром. Другим было мое отношение к Советскому Союзу. Я знал, что наш народ в нужде и беде продолжает идти по трудному пути Октябрьской революции. Молчание для меня было не культом, а проклятием, и в книге о прожитой жизни я не мог об этом умолчать. Один из участников французского сопротивления в 1946 году рассказал мне, что партизанским отрядом, к которому он сражался, командовал жестокий и несправедливый человек, который расстреливал товарищей, жег крестьянские дома, подозревал всех везьмени или малодуший. «Я не мог об этом рассказать никому», говорил он. «Это значило бы нанести удар всему сопротивлению, петеновцы за это ухватились бы». «Да, я знал о многих преступлениях, но пресечь их было не в моих силах». «Да о чем тут говорить? Пресечь преступления не могли и люди куда более влиятельные, куда более осведомленные». 30 июня 1956 года было опубликовано постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. В нем были такие строки. «Ленинское ядро Центрального Комитета сразу же после смерти Сталина стало на путь решительной борьбы с культом личности и его тяжелыми последствиями. Может возникнуть вопрос, почему же эти люди не выступили открыто против Сталина и не отстранили его от руководства. В сложившихся условиях этого нельзя было сделать». Далее документ говорит, что Сталин повинен во многих беззакониях, но его авторитет был таков, что всякое выступление против него в этих условиях было бы не понято народам, и дело здесь вовсе не в недостатке личного мужества. Вероятно, Сталин до конца своей жизни считал себя коммунистом, учеником и продолжателем Ленина, не только говорил, но и думал, что ведет народ к высокой цели и что для этого не нужно брезговать никакими средствами. Я неслучайно вспомнил времена итальянского возрождения. Макеавелли писал, что для создания сильного государства любые средства хороши, яд, доносы, убийства из-за угла. Он предлагал правителю сочетать в себе храбрость льва с хитростью лисицы, быть мудрым, как человек и хищным как зверь. Для Медичи или Борджи такие советы были, наверное, полезны, но для коммуниста они неприемлемы. Старый спор о том, оправдывает ли цель средства, мне кажется, абстрактным. Цель не указатель на дороге, а нечто вполне реальное, это действительность, не картины завтрашнего дня поступки сегодняшнего. Цель предопределяет не только политическую стратегию, но и мораль. Нельзя установить справедливость, совершая заведомо несправедливые действия, нельзя бороться за равенство, превратив народ в колесики и винтики, а себя в мифическое божество. Средство всегда отражается на цели, возвышает или деформирует ее. Мне кажется, что после 20 и 22 съездов это стало ясным всем, кроме разве некоторых зарубежных догматиков, которые, говоря о чистоте своих риз, рядом с именем Ленина кощунственно ставят имя Сталина. Как миллионы моих соотечественников, прочитав материалы 20-го съезда, я почувствовал, что с моего сердца сняли камень. Хотя методы Сталина были оставлены сразу же после его смерти, наш народ, да и все человечество должны были узнать горькую правду. Того требовали и разум и совесть. Мы узнали о заблуждениях прошлого. В этом прошлом много подвигов и побед советского народа. Но говоря о них, может быть правильнее сказать, не благодаря Сталину, а несмотря на Сталина. Уж слишком часто он направлял свой государственный ум, свою редкостную волю, на дела, которые противоречили тем идеям, на которые он ссылается, ранили совесть любого честного человека. Вернусь к мартовским дням. На мавзолее Ленина ночью приписали имя Сталина. На похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Речи были похожи одна на другую, но Маленков напомнил обдительности в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами, а Берия, имя которого пугало всех, обещал советским гражданам охранять их права, записанные в Сталинской Конституции. На следующий день Москва вернулась к обычной жизни. Я видел, как дворники усердно подметали улицы Горького, как шли люди на работу, как выгружали во дворе ящики, как мальчишки озорничали. Все было знакомым, и я говорил себе, как неделю назад, вот это и было неправдоподобным. Сталин умер, а жизнь продолжается. Днем я дошел до Красной площади. Она была завалена венками. Люди стояли, пытались прочитать надписи на лентах, потом молча уходили. Я поехал с Фадеевым в советскую гостиницу. Там остановились друзья из Всемирного Совета, приехавшие на похороны. Глаза у Фаржа были печальные, но он сразу стал нас приободрять, говорил, все образуется. Таков был его характер, он должен был утешать других. Ненни меня обнял и в тревоге спросил, что же теперь будет. Это ужасно. В его глазах были слезы. Я сам не знал, что будет дальше. Например, Фарж оказался заразительным. Я отвечал, через неделю мы увидимся в Вене, и нужно отчаиваться, все образуется. Я шел по улице Горького. Было холодно, зимний вечер. Вдруг я остановился. Простая мысль пришла в голову. Не знаю, будет хуже или лучше, но будет другое. Вен Вен конгресс выбрал комиссию, которая должна была передать пяти великим державам предложение вступить в переговоры о пакте мира. В комиссию вошли Жюлё Кюри, Фарж, Ненни, Изабелла Блюм, японский сенатор Горо Хани, бразильский генерал Буксман, Тихонов, другие, включили и меня. Заседание комиссии было назначено на 16 марта. Заседали мы два дня, решили отправить текст всем правительствам мира и приняли обращение к общественному мнению. Работали мы в павильоне парка, который сдавался для различных торжеств. Во время перерывов друзья уводили меня по дорожке куда-нибудь подальше и спрашивали, как у вас? Всех волновало, что будет теперь, когда нет Сталина? Сальп порой дул ледяной ветер, но кое-где уже зацветали подснежники и лиловые крокусы. Прошло десять дней, я успел о многом подумать и понял, что хуже, чем было, не будет, может быть, станет лучше. Из Москвы я уехал накануне сессии Верховного Совета, но в посольстве мне дали короткую речь Маленкова, я ее переводил друзьям. В речи не было ничего нового, однако я всех обнадеживал и хоть раз в жизни оказался хорошим пророком. Самолет вылетал из Праги двадцатого марта, и мы вместе с Фаржем должны были добраться девятнадцатого до Праги. Посол мне сказал, что даст машину до границы, а в другой поедет охрана. Фаржу должны вручить сталинскую премию, мы не можем его отпустить без охраны. Мне сказали, что чешская машина будет нас ждать на границе, но рано утром мы двинулись в путь. Увидав машину с военными, Фарж удивился. «Ничего не поделаешь, вы теперь лауреат сталинской премии». Он засмеялся. «Но я не диктатор Никарагуа или Гондураса». Военная машина неслась впереди. Меня тревожило, что я не узнавал хорошо мне знакомого пейзажа. Я сказал водителю, чтобы он остановился. Очевидно, мы поехали не по той дороге. Водитель гудел, но военная машина не останавливалась. Шофер меня успокаивал. «Как-нибудь доедем». Конечно, мы доехали, но не к тому пограничному пункту, где нас ожидала чешская машина. Советские товарищи сказали, что они спешат в Вену и укатили. А мы остались в домике чешских пограничников, которые громко вздыхали. У них есть автомобиль, говорили они, но сегодня похороны Готвальда, и начальник уехал в Прагу. Я умолял достать машину, пограничники куда-то звонили и продолжали вздыхать. Часа два спустя приковыляла престарелая малолетражка, которая с великим трудом довезла нас до города Чешские Будеевицы. Мы трижды меняли машины и наконец добрались до Праги. Во всех городах и селах у зажженных огней стояли в почетном карауле солдаты и местные жители. В Праге мы миновали южные кварталы, потом пошли пешком. Нас провели к национальному музею. Похоронное шествие еще продолжалось. Вацлавская площадь была заполнена людьми. Все было как в Москве. Саркофаг, венки, булганин в мундире, Джоуэньлай, артиллерийские залпы. Люди стояли молча, не было ни давки, ни плача. Шесть дней спустя Иву Фаржу вручили в Кремле премиум. Церемония успела сложиться, и речи присутствующих напоминали те, что я слышал не раз. В очень коротком приветствии я сказал о большом сердце Фаржа. Он меня обнял и шепнул «Спасибо за Прованс». Он родился, учился, провел молодость в Провансе. Там у него был домик для Туретт. На следующий день Ив и его жена Фаржет приехали к нам в Новый Иерусалим. Они уже знали наш дом, но впервые увидели его в зимнее время. Фарж восхищался снегом, голубыми елями и пельменями с уксусом. Он был веселый, счастливый. Увидев краски и кисти Любы, попросил холст, засучил рукава и начал писать портрет. На следующий день они должны были вылететь в Тбилиси. Я им рассказывал про древнюю архитектуру, про картины Пирос Манишвили, про грузинские вина. Он радовался. Отдохнем, год был нелегким. Это было в пятницу, а в понедельник утром мне позвонили из Москвы. Высылаем машину Я вошел в кабинет Григорияна и увидел Фадеева. Обычно он сидел выпрямившись, а теперь сгорбился. Григориан сказал «Пишите некролог». Зазвонил телефон, он взял трубку. «Еще жив?» «Хорошо, понятно». Он снова повернулся к нам «Пишите некролог». Я возмутился «А живом?» Фадеев увел меня в соседнюю комнату, рассказал, что фаржа повезли в горе, устроили пышный ужин с тостами, а когда машина возвращалась в Белите, она врезалась в грузовик, стоявший на дороге. Фарж сидел рядом с шофером, у него разбит череп. Другие невредимы, только жене фаржа осколки чуть поранили лицо. «Нужно писать, Илья Григорьевич. Я вас понимаю, но ничего не поделаешь». Я не ответил. Думал о фарже. Замолки Александр Александрович. Часа два спустя кто-то вошел в комнату и тихо сказал «Скончался». Помню страшное утро на центральном аэродроме. Было холодно, едва светало. В сером неровном свете я видел гроб, венки, глаза фаржет. Говорили речи Лоран Казанова, Скобельцин, Тихонов. Когда настал мой черед, я с трудом выговорил несколько фраз. Меня душили слезы. Фаржу было всего 52 года. Но не в этом дело. Да и не в том, что без него наше движение как-то сразу стало суше. Никогда не принимаешь смерть друга. Дело даже не в этом. Дружба наша была короткой. Я познакомился с ним ранней весной 1936 года в Гренобле. Мне говорили шахтеры Мюра «Фарж напишет в газете». Студенты повторяли «Фарж художник, фарж писатель». Товарищ, который возил меня в Мюр, советовал обязательно поговорить и с фаржем, таких как он мало. Беседа не вышла. Он все время зажигал гаснувшую трубку, спрашивал, а я торопился, скоро поезд. Мы снова встретились летом 1946 года. Он с возмущением говорил о продажности, о нищете, о спекуляции, его тогда назначили министром продовольствия, и он негодовал. Люди гибли в Маки, в Гестапо, и это для того, чтобы создать республику черного рынка и сделать Гуэна президентом. Я понял, что он смелый человек, но разговор был коротким. Два года спустя я увидел его на Вроцлавском конгрессе. Мне понравилось его выступление. Он говорил не так, как другие. Мы побеседовали, согласились друг с другом и ушли, каждая в свои житейские дебри. Только летом 1950 года в Праге, где мы готовили конгресс, мы провели вместе несколько дней. Ходили в музей, вспоминали различные книги, рассказали один другому многое из того, что держишь про запас, а порой уносишь в могилу. Словом, подружились. И вот весной 1953 года фарш бессмысленно погиб. Но и не в этом дело. Дело в том, что в мире, где я встречал людей гениальных и бездарных, ярких и бледных, фарш мне казался необычным. Киплинг говорил о коте, который ходит сам по себе. Я знавал немало людей, жаждавших стать именно такими, независимыми, оригинальными котами. А фарш, наоборот, хотел быть как все. Еще до войны он написал книгу о Джотто. В ней он говорил, что великий живописец 14 века считал себя не гением, а рядовым мастером и выразил при этом мысли чувства всех своих современников. Фарш говорил, что его дом улица в любой стране, в любом городе, в любой деревне. У него было множество друзей. И вот при всем этом он был уникальным, котом, который действительно ходил сам по себе. В 1950 году, когда люди повсюду были выстроены, взводы, полки, армии, когда специализация стала законом, рабочий повторял годами один и тот же жест, ученый ничего не знал, кроме своей узкой области, когда любое слово воспринималось одними как канон, другими как ересь, когда даже завзятый оригинал боялся не попасть в тон моди, и в фарш не входил ни в какую партию, подчас критиковал своих друзей и защищал своих противников, дружил с сотнями людей, различных по своему положению, враждовавших между собой, жил интересами и чаяниями всех, сохраняя при этом свой облик, делая то, что ему казалось правильным, увлекаясь тем, что его увлекало. Серьезные люди, слыша о нем, пожимали плечами, но, встретив его, пробыв с ним несколько часов, неожиданно для самих себя говорили, вот это человек. Чего только он не делал. Еще школьником он увлекался живописью, у него было двадцать профессий, в Марокко он, служащий коммерческой фирмы, устраивал выставки своих холстов. Его судили, он организовал демонстрацию, когда казнили Сакко и Ванцетти. Он писал статьи против колониализма. Фаржет мне рассказывала, как он написал портрет одного Бербера, и тот, желая отблагодарить художника, застрелил орла, вынул еще горячее сердце и заставил Ива и Фаржет съесть его сырым. Он вернулся во Францию, писал статьи для журнала Барбюса, потом уехал в Гренобль, стал сотрудником провинциальной газеты, писал рассказы, восхищался выступлениями Литвинова, перебрался в Лион, заботился об испанских детях, выступал на социалистических конгрессах, тогда он еще был социалистом, требовал борьбы против фашизма и продолжал заниматься живописью. Когда немцы оккупировали Францию, он один из первых стал организовывать сопротивление. Итальянцы разыскивали террориста Бонавантура, Фарж сбрил усы, лохматые брови и обзавелся другим именем. Фаржет арестовали, он делал все, что мог, чтобы ее спасти и одновременно организовывал маки в горах Веркора, переправлял туда людей, оружие. Его разыскивало гестапо, он работал с коммунистами и с галистами, с Пьером Вийоном и с Омоном, с Бидо и с Ролем. Родился национальный фронт и Грегуар, заменивший Бонавантура, ездил из южной зоны в Париж, возвращался в Лион. Ранней весной 44-го года Де Бре передал Фаржу указ, которым он назначался комиссаром республики в районе Рона-Альпы. Он остался на своем посту и после освобождения Леона. Первое обращение к гражданам комиссара республики подписано Ив Фарж Грегуар. Фарж мне рассказал, как в освобожденный Леон прилетел генерал Деголь. Я ему сказал, что ужинать он будет с участниками сопротивления. Он меня прервал. Где местные власти? Я ответил, в тюрьме. Это ему, видимо, не понравилось. Помолчал он добавил, а мне не понравился его тон. Год спустя Фарж попросил освободить его от обязанностей комиссара. Война кончилась, а работа администратора была ему не по душе. Бидо отправил его в бикини представлять Францию на первом испытании атомной бомбы. Фарж поехал и возмутился. В Америку пришла телеграмма из Парижа. Фаржу предлагают стать министром продовольствия. Разоренная Франция жила в проголодь. Фарж объявил войну черному рынку. Он явился на заседании Национальной Ассамблеи, и депутаты услышали нечто невероятное. И Фарж, министр продовольствия, обвинил вице-премьера Гуэна в том, что тот покровительствует крупным спекулянтам. На своем посту Фарж пробыл недолго. Он написал книгу «Хлеб коррупции». Гуэн возбудил судебное дело против бывшего министра. Одновременно один из парижских театров поставил пьесу Фаржа. Он продолжал писать пейзажи, организовал общество «Защитники свободы», черновик движения сторонников мира. Вместе с Элюаром он отправился в Грецию, писал рассказы, выступал на собраниях, посвященных защите мира. В книге «Кровь коррупции» разоблачил организаторов войны в Индокитае. Поехал с Клодом Руа в Корею. С Желео он познакомился еще в 1936 году в Гренобле, и они хорошо понимали друг друга. Фарж стал душой Всемирного Совета мира. Такой послужной список или, если угодно, такую трудовую книжку увидишь нечасто. Но дело, пожалуй, не в этом, да и не в изумительной бескорыстности, которой отличался Фарж. Ему были безразличные титулы, деньги и слава. Дело в другом. У кота, который ходил сам по себе, были свои понятия о том, чем ему стоит заниматься и чем не стоит. В отличие от многих людей, с которыми меня сводила жизнь, Фарж не знал, что такое иерархия горя. В годы сопротивления он рисковал своей жизнью, спасая неизвестного человека на дороге, старуху-крестьянку, брошенную в разбомбленной деревне, еврейских детей. И когда ему говорили, что нужно быть осмотрительнее, что ему доверены важные задания, он отвечал, «А для меня это важно». После освобождения он спас жизнь многих стрелочников Виши, хотя знал, что этим восстанавливает против себя некоторых товарищей. Он говорил, правительство покрывает знатных мерзавцев и хочет отыграться на судьбе ничтожных людишек. Рассказывая об этом, он говорил, тащили девушку, о которой говорили, что она спала с немецким солдатом, обрили ей голову, хотели раздеть. Я прибежал вовремя. Потом меня наставляли, конечно, вы правы, на это мелкое происшествие, а вы комиссар республики. У них все по графам, вот если бы я вздумал отстаивать ПТНа, это показалось бы соответствующе моему положению. Я был переводчиком при одном тяжелом разговоре Фаржа с Фадеевым. Ив возмущался, на заседании в бюро публично оскорбляли секретаря Совета Мира Дарра. Я рассказывал, что американского пастора заподозрили в шпионаже, слухи пошли из Китая и дошли до Сталина. Фарж говорил, я уйду из движения. Если у вас есть факты, расскажите мне. Но нельзя говорить о защите гуманизма и одновременно обижать ничего не понимающего человека. Потом я сказал Фаржу, напрасно вы накинулись на Фадеева. Он не дал мне договорить. Вы думаете, я этого не понимаю? Я поддерживаю мирные предложения Сталина, я с ними согласен. Я возражаю на антисоветские статьи о вашей внутренней политике. Я не знаю, что у вас делается, но я знаю авторов статей. Это растленные перья. Но с даром дело другое. Я его знаю, и пока не докажут, что он в чем-либо виноват, я буду его защищать. До второго такого кота я не встречал. Была в нем еще черта, которая меня всегда восхищала. Мы часто проводили вечера в Праге, и вот раз он мне начал рассказывать о Распае. Моя ранняя молодость прошла на бульваре Распай, но я не знал в точности, кем он был. Герцен о нем упоминал, как об одном из революционеров сорок восьмого года, а кто-то мне сказал, что Распай был ученым химиком. Фарш обожал Прованс и знал историю множества провансальцев. Он начал мне рассказывать о Распае, который родился в городке Карпентрас. Ему было восемнадцать лет, когда его приговорили к смерти. Это были месяцы белого террора. Ему удалось скрыться. Он работал как ученый, без лаборатории, без инструментов. Он открыл роль сахара в организме за сорок лет до Клода Бернара, значение микробов задолго до Пастера, но никто не хотел слушать его открытиях. Он слыл чудаком. В 1830 году он сражался на баррикадах за свободу. Новый король предложил ему службу. Распай отказался. Тогда король приказал его арестовать. В тюрьме он работал над книгой о химии. В мае 1848 года он вел рабочих, которые ворвались в зал, где заседало учредительное собрание. Рабочие требовали права на труд. Распая приговорили к шести годам тюремного заключения. Он работал в тюрьме над книгой о биологии. Когда он вышел на свободу, ему пришлось эмигрировать в Бельгию. Он вернулся во Францию накануне франко-прусской войны. Ткачи Леоны его выбрали в парламент. В 1874 году ему был 81 год, и его присудили к двум годам заключения за прославление парижской коммуны. Он умер в возрасте 85 лет. Фарш мне рассказывал о нем с восхищением. Наверное, он чувствовал свое душевное родство с вечным мятежником, с социалистом утопического толка, с ученым, открытия которого проходили бесследно. Он повторял «Это душевная щедрость Прованса». Позднее, уже после смерти Фаржа, я нашел у Ла-Мартина, который был умеренным либералом и противником Распая, такие слова о нем. Он заражал народ своим фанатизмом надежды, не примешивая к нему ненависти. Вот почему я вспомнил сейчас рассказ Фаржа о Распае. Фанатизм Фаржу был чужд, но в одном его можно было назвать фанатиком, в надежде. Как бы ни была горька действительность, Фарж всегда надеялся, что правда восторжествует, и своей надеждой заражал других. 6 февраля 1934 года фашисты в Париже вышли на улицы. 9 февраля Фарж создал в Гренобле комитет бдительности, с ним были два его друга. Трое комитет призвал жителей Гренобля прийти на демонстрацию. 11 февраля 30 тысяч гренобльцев вышли защищать республику. В 1948 году Фарж пригласил бывших участников сопротивления собраться и создать организацию, способную отстоять свободу и мир. Пришло очень мало людей. Фарж говорил, что у них нет денег на газету, даже на листовки. Каждый должен говорить всюду, где может, и Фарж вложил столько надежды в свои слова, что вскоре маленькая группа людей превратилась в мощную силу французских сторонников мира. Говорят, что заразительные суеверия, страх, недоверие, злоба. Это правда. Но надежда тоже может стать заразительной. В те годы я не раз бывал подавлен, мрачен, опускались руки, и Фарж неизменно заражал меня своей надеждой. Я говорил, что в Вене обнадеживали других. Может быть, помогли мне не только мои размышления и подснежники, но также близость фаржа, его слова, улыбка. Он был слишком добрым, чистым, душевно веселым, чтобы допустить победу низости и зла. Даже в политических выступлениях он говорил не на газетном языке, а на человеческом. Это нравилось обыкновенным людям и зачастую сердило профессиональных политиков. Помню, в Праге летом 1951 года мы обсуждали, каким должно быть короткое воззвание в поддержку Конгресса народов. Предлагались фразы, тысячу раз встречавшиеся во всех газетах мира. Фарж вынул изо рта трубку и ошарашил всех. Нужно начать с самого простого. Так дольше не может продолжаться. Некоторые запротестовали, мы обращаемся к взрослым, а не к детям. После долгих споров приняли текст фаржа и обращение расклеенной на стенах различных городов останавливало прохожих, заставляло их задуматься. Поразительно, что его любили самые разные люди, даже политические противники. Жители городков и деревень в округе Апта, фабрикант Охры Шовен не без помощи фаржа стал сторонником мира, почтальоны, виноделы, учителя, рабочие, лавочники, министры, бывшие, настоящие и будущие, художники, захолустные демосфены и новые распаи, фадеев и аббат Бюлье Элюар и марсельские авантюристы у Ива были ключи ко всем сердцам. Он недаром прозвал свою жену Фаржет. Когда они поженились, Фаржет была подростком. Он зарядил ее своей энергией, привил ей свою широту, заразил надеждой. Когда оккупанты посадили Фаржет в тюрьму, Ив ей писал, «Я убежден, что мы сильны, потому что даже в разлуке опираемся друг на друга. Ни в коем случае не нужно отчаиваться, ничего еще не потеряно, и потом то, что осталось, то, что останется навсегда, это наша гордость. Мы знаем, что мы оба выше страха». Нельзя сказать, что он любил искусство, как нельзя сказать, что люди любят воздух. Мы в Праге пошли с ним в музей. Тогда в фондах, точнее, в подвальном помещении, были свалены полотна французских импрессионистов Сезанна, Бомнара, Пикассо и заодно многие картины чешского художника XIX века Пуркине. Мы провели в подвале несколько часов. Когда мы вернулись в гостиницу, фарш начал говорить о живописи. Он любил пейзажи импрессионистов и одновременно говорил, Сезанн напомнил о значении формы. Вдруг другим голосом он сказал обидно и убежден, что если бы рабочим показать сад Бонара или семейный портрет Пуркине, они не дали бы вернуть их в подвал. Абсолютно убежден. Послушайте, Илья, вы увидите, что очень скоро все эти холсты вернутся на свое место. Так и в Москве перед огромной картиной, где был изображен Сталин в поле, он сказал мне, я держу пари, что через год или два это уберут. Это обидно и для Сталина, и для русского поля, и для искусства. После смерти Фаржа я получил из Парижа пакет с семенами. На конверте было написано по поручению господина Ива Фаржа. Я посеял их поздно, в апреле, и вот перед самыми осенними заморозками зацвели красные мемюлюсы, звезды Гоярдии, Голубая ипомея, темная, как запекшаяся кровь, настурция. Они продержались неделю и почернели после морозного рассвета. Я глядел на них, когда писал первые страницы оттепелей. Я видел улыбку Фаржа, слышал его слова, все образуется. Я разговариваю с ними теперь. для старости мало одних утешений, да и надежда у человека, которому за 70 уже не на свою удачу, а такая, какая была у Фаржа. Он мне однажды сказал, при нас или после, в общем, это не так уж существенно. Я задумался, что осталось от Фаржа. он никогда не отдавал достаточно времени ни живописи, ни литературе. Его картины не повесят в музеях, его книги не станут переиздавать. Историк упомянет о нем мимоходом. В серьезных трудах нет места для котов, которые ходили сами по себе. Через 10 или 20 лет умрут люди, которые с ним работали и сражались. Накажется продление человека в другом, не в имени, а в тех изменениях, которые он произвел. Фарж что-то заранил в миллионы людей. Они могут забыть его имя, но они восприняли его урок, иначе разговаривали со своими детьми, и Фарж может быть сделал больше для роста сознания, совести, человечности, чем крупные политические деятели, большие ученые, прославленные художники. Все это рассуждение. Лучше закончить рассказ о Фарже скромным личным признанием. Он помог мне освободиться от многого дурного, помог надеяться любить жить. Четвертого апреля рано утром меня разбудил телефонный звонок. Савич голосом, который срывался от волнения, сказал «Возьми правду, сообщение о врачах». Не знаю, сколько раз я перечитывал короткое сообщение, напечатанное на второй странице. Я не знал никого из 15 врачей, о которых шла речь. Но я понимал, что случилось нечто необычайное. Сообщение говорилось, что врачей незаконно обвинили, что они ни в чем не повинны и что их признания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия. Это было напечатано в правде, передавалось по радио, это было сказано прямо, громко, на весь мир. Под сообщением о врачах была помещена статья, посвященная плодовым садам. Час спустя я увидел маленькую заметку под этой статьей у женщины врача, которую недавно наградили орденом Ленина за то, что она помогла разоблачить убийц в белых халатах. Орден отобрали. Еще накануне мы позвали на дачу приехавшего из Киева Голованевского, обещали заехать за ним в гостиницу. Оказалось, он не видел газеты. Я начал рассказывать. Кажется, я знал сообщение наизусть. Он не верил ни мне, ни Любе. Мы увидели наклеенную на стене газету. Голованевский попросил остановимся, я должен сам прочитать. Читал он долго. Читали и другие прохожие. Я вышел из машины. Пожилой человек громко сказал «Вот оно как! и улыбнулся». Два дня спустя в той же правде была напечатана передовая. В ней рассказывалось, что следствием по делу врачей руководил Рюмин, ныне арестованный. Правда писала о том, что меня тревожило и раньше. презренные авантюристы типа Рюмина с фабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе спаянным морально-политическим единством идеями пролетарского интернационализма глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды. В этих провокационных целях они не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, например, что таким образом было клеветом честный общественный деятель, народный артист СССР Михоэлс. Газета писала, только люди, потерявшие советские облики и человеческое достоинство, могли дойти до беззаконных арестов советских граждан. Первой моей мыслью было удивительно. Берия выдает своих. Я понял, что история начинает распутывать клубок, где чистое перепутано с нечистым, что дело не ограничится Рюминым. Прошел всего месяц со дня смерти Сталина, но что-то на свете переменилось. Я хочу еще раз сказать молодым читателям моей книги что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство. Построил Магнитку и Кузнецк, рыл каналы, прокладывал дороги, разбил армии Гитлера, победившие всю Европу, учился, читал, духовно рос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем двадцатого века. Все это памятно любому советскому человеку, который жил и работал в то время. Но как бы мы не радовались нашим успехам, как бы не восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы тогда не ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать. Мы знали, что одновременно с большими делами, о которых сообщали газеты, делаются несправедливые злые дела. О них люди говорили шепотом и только с близкими друзьями. Говоря «мы», я имею в виду людей, с которыми дружил, писателей, художников, некоторых старых большевиков, некоторых военных, может быть сотню, может быть две сотни, но мне думается, что такие же чувства испытывали очень многие советские люди. Почти у каждого был друг или товарищ, сослуживец или сосед, арестованный и пропавший без вести, в вину которого ему трудно было поверить. Люди молчали или шептались, и вдруг они заговорили, не озираясь испуганно по сторонам, не глядя на телефон, как на опасного врага, заговорили просто по-человечески, с той добротой и совестливостью, которые всегда лежали в характере нашего народа. Это казалось чудом, и не раз в те апрельские дни я вспоминал Ленина, его благородство и душевную чистоту. Я прерву размышления. Просятся на бумагу неожиданные признания о прелести, о волшебстве апреля в наших местах, не избалованных теплом юга. Еще кое-где сереет снег, а видишь, начинается праздник, прорезают землю травинки, нежные звезды будущих одуванчиков, зацветают вербы, стрекочут налетевшие отовсюду птицы, шумливо, неспокойно и радостно, после долгих месяцев молчания, после холода, который сродни одиночеству, после искуса зимы. Может быть, я так чувствую, потому что в старости осень, а за ней зима мучительна, слишком они похожи на свое собственное увядание, на все то, что знакомо любому человеку, перевалившему за шестьдесят. А весна — это мир молодости, и есть ли что-нибудь слаще для старого человека, чем глядеть на ребятишек, которые ломают лед, подмерзший за ночь лужицы, чем слушать их крики, нестройные, милые, как птичья болтовня, чем увидеть под вечер робких влюбленных, которые как будто стыдятся своего счастья, держатся за руки, а еще холодно по вечерам, пальцы зябнут. Все это происходит именно в самом начале апреля, в дни перелома, когда на одной стороне улицы холодно и пусто, сосульки не двигаются с места, а на другой стороне солнце, гамм, весна. Мой дом на северном склоне холма, и в начале апреля у нас горы снега, и все-таки он поддается, оседает. Я его раскидываю, сбрасываю, и всем своим существом чувствую, что жизнь побеждает. Если даже подумаешь на минуту, что у тебя все позади, остались считанные весны, все равно берет верх веселье, хочется смеяться, делать глупость и мечтать о будущем, не о куцем своем, а о будущем мира. Так переживаю я апрель в Подмосковье. А тот апрель, о котором я рассказываю, был особенным. Он отогревал стариков, озорничал, как мальчишка, плакал первыми дождями и смеялся, когда снова показывал и солнце. Вероятно, я думал об этом апреле, когда осенью решил написать маленькую повесть и на листе бумаги сразу же поставил заглавие «Оттепель». Это слово должно быть многих ввело в заблуждение. Некоторые критики говорили или писали, что мне нравится гниль, сырость. В толковом словаре Ушакова сказано так «Оттепель, теплая погода во время зимы или при наступлении весны, вызывающая таяние снега, льда». Я думал не об оттепелях среди зимы, а о первой апрельской оттепели, после которой бывают и легкий мороз, и ненастье, и яркое солнце. О начале той весны, что должна была прийти. 2 мая мы с Корничуком отправились в Стокгольм на бюро Всемирного Совета. У меня в кармане был первомайский номер «Правды» с моей статьей «Надежда». В ней я писал «Надежда этой весны связана не только с возобновлением переговоров в Пань-Минь-Джоне. Советское правительство ясно сказало, что готово сотрудничать с правительствами других стран для того, чтобы обеспечить всеобщий мир. Все понимают, что пора монологов миновала, настает время диалога». Бюро собралось за полтора месяца до сессии. Все говорили о будущем бодро. Идея переговоров, еще недавно считавшаяся утопией, теперь повторялась в речах государственных деятелей всех стран. «Помню, Лизлотта сказала мне, что я помолодел, вероятно, оттого, что многое в жизни начинало меняться. Весна отогрела человека, слывшего неисправимым скептиком. Мы говорили о многом, и я сказал Лизлотте, что поговорка, существующая у многих народов об одной ласточке, которая не делает весны, попросту неумна. Конечно, если ласточка прилетит слишком рано, то она может испытать холод, голод, даже погибнуть. Но все же прилетит она не осенью или зимой, а в самом начале замешкавшейся весны. Ласточки не делают времен года, но осенью они нас покидают, а весной возвращаются». Сессия Всемирного Совета собралась в Будапеште в середине июня. Мы были полны надежд, но события в Берлине и казни Розенбергов напомнили, что история не мчится по автостраде, опетляет по путанным тропинкам. Я не стану сейчас писать о немецких делах. Не хочу переходить от воспоминаний к тому, что остается злобой сегодняшнего дня. Вспомню о казни Розенбергов. Она показалась всем не только постыдным поступком, но и политической бессмысленностью. За два месяца до этого Эйзенхауэр выступил с речью, в которой говорил, что атомная война была бы всеобщей катастрофой и что Америка хочет мира. Эта речь была напечатана в правде и рядом помещен советский ответ. Казалось, что эпоха истерической нетерпимости Маккарти кончена. Дело Джилиуса и Этель Розенбергов длилось долго. Они жили в камерах, ожидая смерти, переписывались друг с другом, писали об их маленьких детях. Эти письма были опубликованы, и теперь я нашел вырезку из газеты Фигаро, которая обычно восхищалась Америкой. Так могут говорить только люди с большим чистым сердцем. Кардиналы и президент Франции Томас Манн и Мартен Дюгар, Эрио и Мариак все они просили Эйзенхаура «Не казните Розенбергов». Жизнь двух невинных людей оборвал сдорный политический акт, уступка крайним кругам, раздражение против европейских союзников, которые настаивали на переговорах с СССР. Жилео мне сказал «Это ужасно, но не нужно падать духом. Сторонники политики силы могут затянуть дело, могут совершить еще много злого, но теперь ясно, что идея переговоров проникла во все слои общества, даже в Южные Штаты». Жилео был прав. Месяц спустя кончилась война в Корее, а в следующем году был подписан государственный договор с Австрией и договор об окончании военных действий Виндо-Китая. В Ново-Иерусалиме я вернулся к статье, которую начал еще весной, о работе писателя. В ней я отвечал на письмо одного читателя, молодого ленинградского инженера, который писал мне, «Разве можно сравнить наше советское общество с царской Россией?» А классики писали лучше. Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь, зачем это написано. Как будто все есть, а чего-то не хватает, книга не берет за сердце, а люди показаны не такими, как на самом деле. Моя статья была попыткой разобраться в психологии художественного творчества. Потом я вернулся к тем же проблемам в очерках Остендале и о Чехове. Я хотел объяснить глубокие причины, мешающие развитию нашей литературы. Я упоминал о них не раз в этой книге и не стану к ним возвращаться. Приведу только короткий отрывок, чтобы показать некоторые мои мысли в лето 1953 года. Почему у нас в изобилии печатаются романы, повести, рассказы, показывающие современников душевно обкорнанными? Мне кажется, что часть вины ложится на некоторых, увы, многочисленных критиков, рецензентов, редакторов, которые до сих пор принимают упрощение образа героя за его возвышение, а углубление и расширение темы за ее принижение. Много лет подряд наши журналы почти не печатали стихов о любви. Мне могут сказать, что героика реконструкции не допускала других тем, но Маяковский написал поэму про это тоже не в заурядное время. Я могу продолжить вопросы. Почему так редко в рассказах можно найти упоминания о любовном или семейном конфликте, о болезнях, о смерти близких, даже о дурной погоде? Обычно действие происходит в погожий летний день или в душистый майский вечер или в ясное бодрящее осеннее утро. Некоторые критики еще придерживаются наивного мнения, будто наш философский оптимизм, изображение подвигов наших людей несовместимы с описанием неразделенной любви или потери близкого человека. Я сидел почти все время на даче. Как-то мы приехали в Москву в первых числах июля. Пришла Ирина и сразу спросила, вы уже знаете? Она рассказала, что видала на улицах много войск, а на кинохронике ей вчера сказали, что Берия арестован. Неделю спустя я прочитал об этом в газете. Сообщение было сенсационным, но признаться, оно меня не удивило. Еще в апреле, когда впервые были разоблачены незаконные действия органов безопасности, я спрашивал себя, неужели все ограничится каким-то рюмином? Берия продолжал входить в правительство, обладал огромной властью. Я не видел человека, который хотя бы на мгновение усомнился в его вине, все радовались. Миллионы граждан еще верили в непричастность Сталина к злодеяниям, но Берию все ненавидели. Рассказывали о нем, как о человеке развращенном властью, жестоком и низком. Группу писателей пригласили в ЦК, где один из секретарей объяснял нам причины ареста Берии. Впервые нам, беспартийным писателям, рассказывали о том, что не попало в печать. Это тоже показалось мне хорошим признаком. Товарищ, который с нами разговаривал, сказал, к сожалению, в последние годы своей жизни товарищ Сталин находился под сильным влиянием Берии. Думая потом об этих словах, я вспомнил 1937 год. Скажет ли кто-нибудь, что тогда на Сталина влиял Ежов? Каждому ясно, что такие незначительные люди не могли подсказывать Сталину его государственный курс. Я снова перечитал передовую правды, посвященную аресту Берии. Из неприязни ко всякому культу личности писал Маркс, я во время существования интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран. Я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и мое в тайное общество коммунистов произошло под тем условием, что из устава будет выброшено все, что содействует суеверному преклонению перед авторитетом. Ясно было, что культ личности или суеверное преклонение перед авторитетом относились не к Берии, а к Сталину. Конечно, я не мог предвидеть двадцатого съезда, но я понимал, что не только убран преступник, палач, начинается отречение от методов, навыков и произвола сталинских лет. Я видел, как меняются человеческие отношения, как люди начинают свободно разговаривать друг с другом. Нормализация рабочего дня была мерой, не носившей прямого политического характера, но она вернула миллионам людей человеческое существование. Все мы знали, что Сталин поздно вставал и поздно ложился, любил работать ночью. У каждого человека могут быть свои привычки и свои странности, но Сталин был не человеком, а Богом, и любая его мания отражалась на повседневной жизни множество людей. Министры боялись до двух-трех часов уйти с работы. Сталин может позвонить по вертушке. Министры задерживали начальников отделов, начальники секретарей, секретари, машинисток. Многие мужья видали своих жен только по воскресеньям. Он уходил на работу в 12 часов дня, возвращался в 2 часа ночи. Когда он бывал дома, жена была на службе или спала. Понятия дня и ночи исчезали, и вот в конце лета этому был положен конец. В сентябре был пленум ЦК. При Сталине мы слушали или читали неизменно одно. Все идет как по маслу, все проблемы разрешены или близки к разрешению. В Энгельсе я видел нищий рынок, где продавали продукты, привезенные из Москвы, недоступные среднему служащему, а говорили и писали о всеобщем благоденствии. И вот на пленуме подвергли резкой критике сельскохозяйственную политику, рассказали о тяжелом положении в животноводстве, о том, что в Советском Союзе коров теперь меньше, чем было в 1916 году царской России. Я знал и до того, что в стране мало молока, но было вновь, что об этом можно прочитать в газете, тому, что люди называли показухой, был нанесен удар, и это очень многих обрадовало. Я сел за оттепель. Мне хотелось показать, как огромные исторические события отражаются на жизни людей в небольшом городе, передать мое ощущение оттаивание, мои надежды. Об оттепеле много писали. Время было переходным, некоторым людям трудно было отказаться от недавнего прошлого, их сердили и упоминания о деле врачей, и осторожная ссылка на 30-е годы, особенно название повести. В печати оттепель неизменно ругали, а на втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать действительность. В литературной газете цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту оттепелей. Теперь я перечитал эту книгу. Я говорю о первой части, написанной в конце 1953 года. В 1955 я совершил еще одну ошибку, написал вторую часть, бледную, а главное художественно ненужную, которая теперь выключил из собрания сочинений. Мне кажется, что в повесе я передал душевный климат того памятного года. Сюжет герои, в отличие от обычного, пришли как иллюстрации лирической темы. Есть герои, которые мне нравятся, пожилой инженер Соколовский, захолустный бюрократ Журавлев, честный художник Соборов и халтурщик Володя. Упоминаний о событиях 1953 года мало. Журавлев сказал своей жене о вере Шеррер. «Ничего я против не имею, говорят, она хороший врач, а чересчур доверять нельзя. Это бесспорно». Несколько времени спустя, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Журавлев, зевая, сказал жене, «Оказывается, они ни в чем не виноваты, так что твоя Шеррер зря расстраивалась. Инженер Каратеев упрекает себя в дворушничестве. Я часто думаю, это хорошо в книге, а не в жизни». «Но я ведь не хочу лгать. Почему так получается? Савченко куда сильнее. Он не пережил ни 30-х годов, ни войны. Он большего требует. Это его право. Мы, кажется, подходим к тому, о чем только смутно мечтали». В повести много разговоров об искусстве. В Собурова я вложил страстную любовь к живописи, подвижническую жизнь, даже некоторые мысли Фалька. Я прочитал эту главу Роберту Рафаиловичу до того, как отдал рукопись в журнал, и он ее одобрил. Не знаю, удалась или нет оттепель, но она написана с любовью к героям, с желанием показать, почему некоторые из них ведут себя плохо. Халтурщик Володя чувствителен к искусству. Он понимает, что именно он променял на деньги и похвалы. Ему холодно, и в этом может быть залог его спасения. А два немолодых человека, знавшие много обид, одинокие, замерзавшие, находят друг друга, и Соколовский, глядя в окно на ранний весенний день, усмехается. Смешно, сейчас Вера придет, и я даже не думаю, что я ей скажу. Ничего не скажу. Или скажу, Вера, вот и оттепель. Я доволен, что написал эту маленькую книгу, хотя пережил из-за нее немало горьких часов. Пять лет назад, когда я начал писать мои воспоминания, я сразу решил, что кончу их на том дне, когда сел за оттепель. Дойдя до этой главы, я убедился, что был прав. Мне было труднее говорить о месяцах, породивших оттепель, о судьбе этой повести, чем о различных, куда более драматичных событиях, предшествовавших лет. 1953 год, первая страница новой части не только моей жизни, но и жизни нашего народа. За ним последовали годы, богатые событиями, но они настолько близки, даже злободневны, что не вмещаются в историю прожитой жизни. о некоторых из этих событий, а также о людях, живых или умерших после 1953 года, я все же написал. Пять лет я просидел над этой книгой. Было много радостного для меня в течение этих лет. Были и тяжелые месяцы. К моему собственному удивлению, я переживал и счастье, и горе еще острее, чем в молодости. Насилы уменьшались, и если не скудела нежность, то в отвердевших сосудах текла старческая кровь. Я мог бы здесь написать слово «конец», но мне хочется еще раз оглянуться назад, попытаться осмыслить длинную жизнь обычного человека в необычное время, и если не подвести итоги, то сделать некоторые частные выводы, поделиться с читателями моими сомнениями и моей надеждой. Год назад один товарищ, работавший в архиве, переслал мне копию документа царской охранки. Выписка из полученного агентурным путем письма без подписи из Москвы от 17 ноября 1908 года к Сергею Николаевичу Шестакову в Киев. Из Полтавы я поехал через Смоленск в Москву. Здесь внешне прескверно, приходится таскаться по ночевкам, несмотря на множество знакомых. Найти ночлег довольно трудно. Что касается до впечатлений, произведенных московскими делами вообще и нашими знакомыми в частности, так как не печальны дела, после юга они отрадны. Трудно сказать, лучше ли теперь положение, чем было весной, но во всяком случае не хуже. Многие убеждены, что партийный кризис подходит к концу. На состоявшейся на днях областной конференции было констатировано некоторое оживление работы, в особенности в Иваново-Вознесенске, Сормове и в Московском округе. На днях, как вы знаете из газет, Московский окружной комитет был арестован. Что касается тактических взглядов, то раньше всего расскажу о резолюции Московского комитета, принятой с некоторыми поправками на областной конференции. Основные ее положения таковы общее международное осложнение классовых противоречий, конец некоторого оживления в российском капитализме, ублюдочное социал-реформаторство буржуазии, гнусность аграрной реформы правительства, невозможность успешной экономической борьбы, выход в политическое брожение, неизбежность революционного подъема, более пролетарский, более международный характер его. В качестве практических задач партия отмечает необходимость установления более тесных связей с пролетариатом Запада, создание крепкой нелегальной организации, желательность более строгого социалистического характера работы, а также необходимость воздействовать в более строгом стиле на фракцию. Это последнее стало держать себя приличнее, приняла резолюция о подчинении ЦК, и депутат Белоусов даже произнес речь по аграрному вопросу, написанную Лениным. Кроме того, она официально выступила с заявлением о своем несогласии с отклонившимися большевиками. Эти последние встретили сочувствие у Плеханова, Мартова и Дана, которые заявили, что нелегальная работа теперь не только не полезна, но и вредна. Редакция «Голоса социал-демократа», то есть кавказские меньшевики во главе с Костровым, с ними не согласны. Вот и все о партийных делах. 8-9 номера «Голоса социал-демократа» в Москве нет, зато получили номер 30-й «Пролетария». Читая, я не сразу понял, кто автор письма. Может быть, старый большевик, мой товарищ давних лет. Отойдя до адреса, вдруг вспомнил. В конце письма приписка «По мнению ДП, автор настоящего письма поднадзорный Илья Григорьевич Эренбург». Департамент полиции не ошибся. Это копия моего письма Вале Неймарку. Я перечитываю текст и дивлюсь не столько содержанию, сколько языку. Так иногда с трудом узнаешь себя на старой фотографии. Давно уже нет в живых ни Вале Неймарка, ни социал-демократических депутатов Государственной Думы, ни Икс, который возмутил меня своими сентенциями об утилитарной сущности искусства. Жизнь прожита. Я могу только добавить, что есть линия, связующая письмо подростка с книгой старого писателя. Я не жалею ни о том, что в возрасте 15 лет начал работать в подпольной большевистской организации, ни о том, что три года спустя фанатично полюбив поэзию, перестал ходить на собрания, посещал еще несколько месяцев школу социальных наук, но и это забросил. Читал с утра до ночи стихи старых и новых поэтов, глядел холсты, слушал споры о кубизме и о научной поэзии. Однако даже в те годы я не мог забыть о том, что мне показалось в 15 лет простой и единственной правдой. С волнением слушал рассказы людей, приезжавших из России, ходил в мае к стене коммунаров, ненавидел мишуру и лож мира денег. Читатель этой книги знает, что всю мою жизнь я только и делал, что пытался связать для себя справедливость с красотой, а новый социальный строй с искусством. Существовали два Оренбурга, они редко жили в мире, часто один ущемлял, даже топтал другого. Это было не двулечием, а трудной судьбой человека, который слишком часто ошибался, но страстно ненавидел идею предательства. Критики редко стремятся понять писателя. У них другие задания. Изредка, главным образом, в юбилейные даты, они прославляют автора. А чаще его поносят. Западные журналисты осуждали и осуждают меня за тенденциозность, политическое пристрастие, подчинение правды узкой идеологии, а то и административным директивом. Некоторые советские журналисты напротив утверждали и утверждают, что я страдаю избытком субъективизма и в то же время объективизма, не умею отделить новое сознание от хлама обветшалых чувств, вывожу нетипичных героев, покрывая формализм. Я не стану защищать написанные мною произведения, о некоторых из них я отозвался в этой книге достаточно сурово, но сейчас я говорю не о моих литературных недостатках, а о прожитой жизни. Люди, годы, жизнь не роман, и я не мог переделать фабулу или изменить характер героя. Если я умолчал о некоторых событиях моей жизни, то о своих заблуждениях, о своем легкомыслии я говорил откровенно. Своё оправдание добавлю, что внутренние блуждания и противоречия пережили многие из моих современников. Видимо, это было связано с эпохой. Я сформировался на традициях, на идеях, на моральных нормах 19-го века. Теперь многое мне самому кажется древней историей, а в 1909 году, когда я исписывал тетрадки скверными стихами, еще жили Толстой, Короленко, Франц, Стриндберг, Марк Твен, Джек Лондон, Блуа, Брандес, Синк, Жорес, Кропоткин, Бебель, Лафарк, Пеги, Верхарн, Роден, Дега, Мечников, Кох. Я не отрекаюсь ни от подростка, стриженного ежиком, который осуждал отклонистов и посмеивался над Надей Львовой за ее увлечения поэзией, ни от зеленого юноши, который, открыв существование Блока, Тютчева, Бодлера, возмутился разговорами о второстепенном и сугубо подсобном назначении искусства. Теперь я понимаю обоих. Увлечение революционной борьбой, работа в подпольной большевистской организации не были для меня случайными. Они многое предопределили в моей жизни, и если они помешали мне получить среднее образование, вместо гимназии я проводил дни на явках, на собраниях, в рабочих общежитиях или в чайных, а потом в тюремной камере, то многому они меня научили. Конечно, начать жизнь именно так мне помогли и события 1905 года, и старшие товарищи, прежде всего мой друг Николай, ученик первой гимназии, и книги, но в выборе прежде всего сказались черты моего характера. В 1917 году я не узнал того, за что боролся 10 лет назад. В эмиграции я успел оторваться от жизни России и пережить увлечение различными ценностями, действительными и мнимыми, которые показались мне попираемыми. Два года спустя я понял свою ошибку. Некоторые друзья меня звали в Париж, но я поехал в Москву. Я сам привязал себя той идеей, которая казалась мне вначале крылатой гоголевской тройкой, а потом государственной колесницей, танком, спутником. В 1957 году я писал «В глухую осень из российской пущи средь холода и грусти властей он был в пустые небеса запущен надеждой истрадавшихся людей». «Не знаю, догадаются, поймут ли, он сорок лет бушует надо мной, моих надежд, моей тревоги спутник, немыслимый, далекий и родной». Я вложил в уста, вернее, в дневник одного из героев повести «День второй» многие из моих сомнений. Володя Сафонов повесился. Это я пытался повесить самого себя. Я заставил себя о многом молчать, то были годы свастики, испанской войны, борьбы не на жизнь, а на смерть. Эпоха, которую теперь называют культом личности, к добровольному молчанию примешивала и вынужденные. Меня могли бы арестовать в годы произвола, как арестовали многих моих друзей. Я не знаю, с какими мыслями умер Бабель. Он был одним из тех молчаний, которых было связано не только с осторожностью, но и с верностью. Я мог бы умереть в послевоенные годы до двадцатого съезда, как умерли Таиров, Суриц, Тувим. Их тоже мучились злодеяния, совершаемые якобы в защиту идей, которые они разделяли и за которые чувствовали свою ответственность. Я счастлив, что дожил до того дня, когда меня вызвали в союз писателей и дали прочитать доклад Хрущева о культе личности. Легче переменить политику, экономику, чем человеческое сознание. Я часто встречаю людей, которые не смогли освободиться от душевной скованности, страха, казуистики, оставшихся в них от предшествовавших лет. Однако растет поколение, не знавшее ни бурных аплодисментов, переходящих в овацию, ни ночей, когда мы прислушивались к шуму на лестнице. Переход людей от религии к научному сознанию длился очень долго, а подростков, родившихся в начале сороковых годов, за один день перевели от слепой веры к критическому мышлению. Остается еще раз поблагодарить людей, нашедших в себе достаточно силы и понявших, что разоблачить произвол — это значит укрепить идеи октября. А для меня нет больше радости, чем слушать порой незрелые, но искренние и задорные высказывания наших юношей, едва вступающих в жизнь. С годами я понял, что и моя любовь к искусству и моя верность идеи социализма связаны с одним — с судьбой культуры. Когда я начинал жить, культура была творчеством и достоянием немногих. У нас теперь в той или иной форме, в той или иной степени культура дошла почти до всех. В течение сорока лет люди читали, думали, и они духовно выросли. В годы, когда «Новый мир» печатал мои воспоминания, я получал множество писем. Мои сверстники вспоминали свое прошлое, делились тревогами и надеждами, а молодые ставили вопросы, которые когда-то зря называли проклятыми. Такие письма меня учили и вдохновляли. В этой книге я часто писал о своих ошибках. Были ошибки и у других. Были ошибки и у общества, их список длинен, о нем часто вспоминают не только наши противники, но и мои соотечественники. В послевоенные годы я много бывал на Западе. Уровень жизни вырос по сравнению с довоенным, поведел новый индустриальный стиль в архитектуре, в утворе, жизнь стала комфортабельней и беспокойней. Однако спокойствие исчезло не только из-за роста механизации, но также из-за неуверенности в завтрашнем дне. Я видел, как рухнула Четвертая Республика, как развалилась Британская империя. Только в Соединенных Штатах можно еще услышать апологию капитализма, о политике Западной Европы разговорами о плановой экономике, о частичной национализации, о повышении подоходных налогов пытаются уверить, что даже стоя на месте можно шагать в ногу с веком. Я думаю, что наши ошибки и материальные, и духовные связаны с тем, что раннее утро не полдень и что, как уверяет французская поговорка, старость многого не может, а молодость многого не знает. По дорогам прошлого легко мчаться в превосходном и вполне современном биоике, а к будущему пробираешься с трудом, часто блуждаешь и спросить, как лучше пройти некого. Мир очень изменился. Когда я начинал сознательную жизнь, самодуром или реакционером ставили в вину отсутствие логики. Картизианство еще было живым. Полвека истории опыт каждого показали, что старая логика обанкротилась, безупречные гипотезы опровергались событиями. Жизнь разворачивалась не по законам Декарта, а зачастую наперекор им. С помощью диалектики легко объяснить происшедшее. Но я сейчас думаю о другом. Как должен поступить человек в своей личной жизни, если перед ним то, что не предвидели нелюбимые им авторы, неразличные конференции или дискуссии? Когда я был мальчиком, в русских, немецких или итальянских школах детей учили, что грех убивать, красть, оскорблять родителей, завидовать чужому счастью. Школьники знали на память десять заповедей. Во французских школах после отделения церкви от государства ввели новый предмет мораль. Десять заповедей были обновлены с помощью басен Ла Фонтена. А статьи Уголовного кодекса, украшенные цитатами из Гюго, дом строят не с крыши. И потомки будут говорить о середине двадцатого века как об эпохе больших научных, социальных и технических открытий, но не как о времени гармоничного расцвета человека. В наши дни образование повсюду опережает воспитание. Физика оставляет позади себя искусство. И люди приближаясь к радиоактивным двигателям не снабжены тормозами подлинной морали. Совесть понятие отнюдь не религиозное. И Чехов, не будучи верующим, обладал, как и другие представители русской литературы девятнадцатого века, обостренной совестью. Иногда мне кажется, что необходимо восстановить понятие совести. Однако я выхожу за пределы и этой главы, и всей моей книги. Я помню одного нашего лектора, который в 1932 году уверял, будто открытие Эйнштейна попытка воскресить идеализм, даже мистику. Новая наука встретила много неожиданных препятствий. Роды всегда трудны. За 30 лет успехи ученых стали настолько очевидными, что изменилось сознание любого среднего человека. Наука 19 века теперь кажется тесной уютной квартирой. Вероятно, некто подобное, хотя и в меньшей степени переживали люди позднего возрождения, поняв, что Земля не центр Вселенной. По-новому стало перед нами понятие бесконечности. То, что казалось абсолютно реальным, превращается в абстракцию, а вчерашнее абстракция становится реальностью. Когда развитие физики и ее роль в создании ядерного оружия дошли до сознания политиков, военных, да и простых людей, все начали задумываться над возможностью уничтожения жизни на нашей планете. Есть два выхода накапливать ядерное оружие или согласиться на всеобщее разоружение. Я продолжаю ездить на различные совещания или конференции сторонников мира на встречи круглого стола. Скептики порой мне напоминают прошлое. И Гаакскую конференцию и конгресс в Амстердаме, организованные перед Второй мировой войной, говорят о моей наивности. Наивны, пожалуй, скептики. Прежде разоружение было утопией и идеалистов или лицемерием грабителей. Когда один тигр говорил другому, что нужно вырвать клыки и обстричь когти, они надеялись этим успокоить многомиллионные отары овец. Теперь тигры поняли, что атомная война не стратегические планы, не вопрос о том, у кого больше нефти стали или даже урана, а мгновенное и всеобщее истребление. Разоружение стало реальной потребностью всех, и если продолжаются споры о его осуществлении, то только потому, что традиции в международной политике куда крепче, чем в естествознании. Вопрос в одном, обгонят ли предостережение физиков рутину дипломатов и осознают ли различные правительства необходимость перейти от разговоров к делу до того, как вздорный случай вызовет катастрофу. Жизнь полна противоречий. Есть люди, которые говорят о совместном освоении космоса, о полетах на Луну и одновременно готовы, к счастью на словах, взорвать бедную передовую планету, потому что не могут договориться с другими людьми о статуте нескольких кварталов одного города. Тысячелетние навыки решать спор силой, побуждая теперь различные государства обзавестись ядерным оружием. Если в моей молодости писали, что нельзя жить возле бочки пороха, то теперь мы живем возле бочек куда более опасных. Знание опередило сознание. Во второй половине двадцатого века искусству пришлось повсюду потесниться. Внешне оно распространилось. Тиражи романов почти повсюду повысились, увеличилось число посетителей музеев и выставок, окрепло кино, родилось телевидение. Однако в частной жизни множество людей роль искусства уменьшилась. Может быть это произошло от того, что язык искусства оказался опереженным резкими поворотами и в науке, и в социальной жизни. А может быть эти повороты и привели к некоторому охлаждению к искусству. Люди потеряли душевное спокойствие, восхищались искусственными спутниками, боялись ядерных бомб, тешились изобретениями неистовствовали на спортивных состязаниях и мечтали о машинах, способных превращать полуфабрикаты в трапезы лукулла. Некоторые замечательные изобретения, как, например, телевидение, ежедневно поставляют эрзации искусства. Люди реже идут в театр и вместо того, чтобы раскрыть книгу, садятся у телевизора. На экране мелькает бои в Конго и Олимпиады, свадьбы королевы и похороны президента, балерины в пачках и дрессированные кошки, гамлеты, боксеры, концерты, светские скандалы. Все это рябит, дребезжит, грохочет, мяукает, стихи смешиваются с рекламами, а музыка с прогнозами погоды. Люди смотрят, тут же закусывают, сплетничают, ссорятся, восприятие постепенно притупляется. Я помню, как в моем детстве все благоговейно говорили о Толстом, глядели на него, как на пророка. Когда Золя осудили за защиту Дрейфуса, взволновался весь мир. В годы Первой мировой войны люди, которые продолжали думать, прислушивались голосу Ромена Ролана. В Парижском театре зрители дрались из-за музыки Стравинского или декораций Пикассо. Теперь порой дерутся болельщики на футбольном матче. Лет пять назад по моей вине в комсомольской правде началась дискуссия обречено ли искусство на смерть в атомном веке. Один из наших кибернетиков высмел молодых людей, которые продолжают восхищаться искусством и по его словам вздыхают «Ах, Блок! Ах, Бах!» Я прочитал тысячи писем адресованных мне и газете. Почти все юноши и девушки испугались идеей отмирания искусства. Но у кибернетика нашлась сотня сторонников, которые противопоставляли музыке или поэзии величие естествознания. Их доводы были смесью идеи технократии с утилитаризмом Тургеневского Базарова. Если бы эти люди оказались правы в своих прогнозах, по освоениям космоса занялись бы неполноценные существа, обладающие нужными знаниями, но лишенные культуры чувств, которые, наверное, мало чем отличались бы от мыслящих машин 21 века. Открытие огня, то есть способов его добывания, относятся к началу каменного века. Десятки тысячелетий спустя Эс-Хилл написал прикованного Прометея. Эта трагедия жива и теперь. Она вдохновляет миллионы людей, усиливает в человеке чувство достоинства. Половое влечение свойственно даже мухам, но для того, чтобы она стала любовью, потребовались тысячелетия искусства от древних Критин и Каледасы до Гёте, Стендаля, Толстого и дальше до Аполлинера, Блока, Маяковского, Хемингуэя, Элюара, Пастернака. Я думаю, что новое сознание, новое чувствование требует от искусства нового языка. Людям, привыкшим к живописи Джотто, к стихам Рюдбефа, Вийон, Рабле или Учелло показались падениями искусства, а 400 лет спустя для французов Второй империи, воспитанных на классицизме и романтизме, Мане, Дега, Бодлер, Флобер были варварами, попирающими красоту. На ленинградском симпозиуме писателей, в котором участвовали литераторы из различных стран, кто-то сказал, что лучше быть продолжателями Толстого, Диккенса и Стендаля, чем Пруста, Кавки или Джойса. Я не думаю, что наше время оставляет художнику единственный выбор, чьим эпигоном он предпочитает быть. Читателю не удивит, что столько места в книге воспоминаний я уделял искусству. Это связано не только с моим ремеслом, но и с моим мироощущением. Я убежден, что нельзя идти вперед, шагая только одной ногой, и что без духовной красоты человека никакие социальные изменения, никакие научные открытия не принесут людям подлинного счастья. Ссылки на то, что и содержание, и форма искусства диктуется обществом, при всей их правильности кажутся мне чересчур формальными. Конечно, Леонардо да Винчи или Микеланджело знали больше, чувствовали острее и глубже, чем их современники, и, конечно же, им приходилось считаться с меценатами, кардиналами, принцами, даже с наемными убийцами эпохи. Но прославляемые или преследуемые они были философами открывателями, прокладывали путь в будущее. Их произведения нас потрясают и теперь, а история итальянских городов в конце пятнадцатого начала шестнадцатого века нам кажется бурной, кровавой, но давно отшумевшей, да и мало привлекательной. Не был ли Стендаль проницательнее, глубже своих современников, подданных доброго короля с зонтиком. При жизни красное и черное прочитали несколько тысяч человек, из которых, может быть, только сотня другая разгадала значение этой книги. Вот уж кто не был эпигоном. Стендаль вырос из своего века, но он его перерос. Его романы многих отталкивали, они порой сердили даже Бальзака и Геты, которые смутно чувствовали силу Стендаля. А разве стихи Пушкина «Герой нашего времени», «Мертвые души» это только гениальное отображение России Николая Перро, концентрат идей и чувствований передовых дворян той эпохи. Книга Виннера о кибернетике показалась мне увлекательной, но я не начал отпевать искусство. Напротив, я понял, что в нашу эпоху все очень быстро меняется, изменится, наверное, и литература, или живопись. Хуже всего начать по-стариковски брюзжать, осуждать время и молодых. Они, дескать, не могут ни мечтать, ни страдать, каких деды. Я во многом повинен, но только не в этом. Повествование о своей жизни я оборвал на первой главе той части, которая для меня должна быть последней, и о которой слишком трудно писать. Это сегодняшний день. С начала 1954 года, когда я дописал «Оттепель», прошло больше десяти лет. Я продолжал колесить по миру, читал книги новых авторов, встречался с друзьями, любил, терзался, надеялся. Я жил, кажется, гуще, порой и острее, чем в молодости. Оказалось, что я не знал ни глубины некоторых чувств, ни голоса тишины, ни всей ценности последних солнечных дней поздней осени. В начале 1963 года я провел два дня с Пикассо. Я глядел на его новое полотно «Почищение сабинянок». На композицию его толкнула картина Давида. Согласно древней легенде, римляне в поисках жен похитили сабинянок, а когда сабины пошли войной на Рим, женщины, успевшие обзавестись детьми, остановили кровопролитие. Пикассо, однако, создал не трогательное примирение, а апокалиптическое видение войны, новые герники, причем каждый вершок холстов глубоко живописен. В мастерской я стоял завороженный и только ночью подумал «Удивительно, ведь ему за 80». я увидал много новых для меня стран Индию, Японию, Чили, Аргентину. Мир для меня стал шире, ведь в молодости я знал только Европу, да, по наслышке Соединенные Штаты, полторы части света вместо пяти. Я познакомился с некоторыми людьми, которые показались мне значительными. Упомяну о беседе в Дели с Джавахарлалом Неру, который был для меня в политике тем, чем холсты Амриты Шаргил в живописи органическим сплавом индийской национальной глубины с передовой мыслью Запада. Впервые я побывал в Армении и влюбился в нее. Своей розоватой сухостью она напомнила мне Кастилью. Понравились люди, страстно любящие свою землю и вместе с тем неограниченные провинциалы, а подлинные граждане мира. Сарьян писал мой портрет, вспоминал прошлое, яростно проклинал людей безразличных к искусству, и я видел не старого мастера, а юношу, который впервые восхищается охрой и кобальтом. В 1965 году Мартиросу Сергеевичу исполнилось 85 лет. Его старые полотна, спрятанные в фондах музеев, были показаны на выставке константинопольские собаки, пальмы Египта, персианки, сделали фильм, посвященный Сарьяну. Я написал текст, я рассказал, как мешали живописцу делать живопись, как в 1948 году он снял свои лучшие холсты со стен, начал их резать. Искусство продолжало меня радовать, открывало на многое глаза. Изобретение кинематографии заслуга техники. Но когда я увидел последние фильмы Феллини, Алена Рене, я понял, что кино начинает находить свой язык, что оно способно не только передать игру гениального мима Чаплина, реальность зримого, динамику событий, но и осветить духоту, темноту душевного мира человека не так, как это делали сцена, книга или холст. Меня обрадовала своей точностью повесть Селинджера о подростке, да и многие другие книги, рассказы наших молодых, Казакова, Аксенова. За последние годы умерли Фальк, Незвал, Жилио, Ривера, Кончаловский, Пастернак, Леже, Заболоцкий, Хемингуэй, Назымх и Кмет. Я чувствую, до чего поредел лес моей жизни. Нежно и суеверно гляжу на живых друзей, а вечером утешаюсь тенями подростков. Я узнал Паустовского. Прежде я очень редко встречался с ним, знал большого мастера, а увидел благородного, доброго и смелого человека. Мы подружились на старости. Меня поддерживает сознание, что Константин Георгиевич жив, что завтра он, наверное, еще что-то скажет, что он мой ровесник и пережил многое из того, что написано в этой книге, что он не только высокий мастер и человек в стревоженной совести, что весной 1963 года он пришел ко мне и поддержал меня в трудные дни. Я не разучился, не любить, не надеяться, да уж теперь, видно, не разучусь. Конечно, старость вяжет человека, иссякает силы, зато теперь у меня не только больше опыта, но и больше внутренней свободы. Мне нелегко было написать эту книгу. Сколько бы я ни говорил о взлете науки или о борьбе за мир, все равно я знал, что исповедуюсь на площади. Помогало мне сознание, что, рассказывая об умерших друзьях по себе, порой вставляя дорогое имя, я борюсь против забвения, пустоты, небытия, которые по хорошим словам Жалео противны человеческой природе. Я знал, начиная эту книгу, что меня будут критиковать. Одним покажется, что я слишком о многом умалчиваю, другие скажут, что я про слишком многое говорю. В предисловии ко второму тому, написанному осенью 1963 года, я повторил, моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что моя книга рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никогда не претендую дать историю эпохи. Критиковали, да и будут критиковать не столько мою книгу, сколько мою жизнь. Но начать жизнь сызного я не могу. Я не собирался никого поучать, не ставил себя в пример. Я слишком часто говорил о своем легкомыслии и признавался в своих ошибках, чтобы взяться за амплуа старого резонера. Притом я сам с охотой послушал бы мудреца, способного дать ответ на многие вопросы, которые продолжают меня мучить. Мне хотелось рассказать о прожитой жизни, о людях, которых я встретил. Это может помочь некоторым читателям кое над чем задуматься, кое-что понять. Сейчас у меня слишком много желаний и боюсь недостаточно сил. Кончу признанием. Я ненавижу равнодушие, занавески на окнах, жесткость и жестокость от единения. Когда я писал о друзьях, которых нет, порой я отрывался от работы, подходил к окну, стоял, как стоят на собраниях, желая почтить усопшего. Я не глядел ни на листву, ни на сугробы, я видел милое мне лицо. Многие страницы этой книги продиктованы любовью. Я люблю жизнь, не каюсь, не жалею о прожитом и пережитом. Мне только обидно, что я многого не сделал, не написал, не догоревал, не долюбил. Но таковы законы природы. Зрители уже торопятся к вешалке, а на сцене герой еще восклицает «Завтра я». А что будет завтра? Другая пьеса и другие герои. герой герой Продолжение следует...